Доброе утро! Спасибо, что вы приехали. Благодарю вас. Подтягивайтесь сюда ближе. Мы, так сказать, друг другу гримы обменивались. Как обычно, судовеца народ еще опаздывает. Кто-то приехал вовремя. Вам огромный респект. Сегодня у нас пройдет мероприятие из нескольких частей. Про вторую и третью часть мы расскажем непосредственно спикеры, кто будет поступать. Моя часть называется «Добро пожаловать на стартовый семинар бизнес-суэля». То есть мы как раз таки поговорим о том, что же это такое за бизнес-суэля. Давайте немножко познакомимся. Кто меня видит впервые? Каждый первый видит. Меня зовут Сидоров Иван. Я являюсь партнером компании LR. Сотрудничаю с компанией LR уже несколько лет. Квалификация менеджера. Уже получил автор компании. Уже есть некий доход, уже есть некая команда. То есть, в принципе, я уже... Я обладаю несколькими навыками, которыми могу поделиться с вами. Кто впервые вообще на подобном интерприятии и... Раньше, может быть, не встречал эту информацию. Сразу видно, кто работает. Ты мячком прибежаешь. Спасибо тебе большое, что доехал. Тогда, в принципе, первая часть, она будет, в принципе, для тебя. Остальные просто послушаем. Ну, опять же, я рад вас видеть. Вообще, молодцы, что сегодня собрались с утра. Кто, зачем сегодня сюда приехал? 11 часов утра. Суббота. У кого-то там выходные. Но при всем при этом вы здесь. Зарядиться на месяц. Оставить план на месяц и действовать. Встретиться с наставниками, с командой. Ага. Он был, привез. Ну да, ты знаешь, тебе поручили. Заставили. 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 Приехать следить. Хорошо. Ну, а если серьезно, еще раз, включиться в процесс, для чего сегодня вы сюда приехали? Поменять что-то уже есть. Ага. То есть, уже есть какие-то идеи, что хочется поменять. Угу. А остальные? Я понял. Девчонок выгнали из дома. У меня захотели посидеть с детьми. Поэтому снег начал гаять. И вы приехали здесь сюда. Ну что ж. Хорошо. Тогда я немножко вам помогу. То есть, для чего вообще можно здесь, что здесь можно получить, для чего сюда имеет смысл приезжать. О чем вы мечтаете? У кого какие, кто из этих слайдов увидел что-то для себя интересное? Возможность путешествия, финансовая стабильность, здоровье и красота, вызывание детям, помощь близких, дом своей печати, долголетие, свободное время. Конечно, все. Может быть. Может быть. Все эти пункты, они для вас интересны. Кто для себя нашел хотя бы один пункт, который ему интересен? Ага. Меняем. Отлично. А кто для себя нашел три пункта? Интересно. Угу. Хорошо. Есть ли у вас сегодня план, чтобы это все осуществить? Есть ли какие-то конкретные действия? Как мне сюда прийти? В эту точку, в эту, в эту, в эту. Не важно. Какое вы для себя определили? Сегодня то, чем вы занимаетесь, оно ведет вас к этому? Да. Да. Ну, это уже партнер. Понятно. Уже есть какое-то некое представление. Для того, чтобы это осуществить, вам понадобятся деньги, время и силы. У кого денег уже хватает для того, чтобы это осуществить? Никого. Хорошо. А у кого есть план, как зарабатывать деньги? То есть, например, группа, ивы. Уже есть люди, которые примерно представляют, как заработают и знают, как заработают. А у кого есть время? Деньги можно заработать. Время у нас у всех сокращается примерно с одинаковой скоростью. Минус один день вчера уже прошел. Сегодня первый день оставшейся части вашей жизни. Как вы его приводите, зависит от вас. И к чему будет приводить следующий первый день оставшейся части вашей жизни, тоже будет зависеть от вас. Большая часть из нас сегодня работает по найму. Кто работает по найму? Я, например, замещаю этот бизнес с работой по найму. У меня вот это? Ну, я не знаю, но, может, это так, да. Ну, какая разница, кто-то самая. Работаешь же за зарплату. То есть, по факту, выглядит примерно план классической работы по найму. Он выглядит примерно такой. С нуля до двадцати лет. Вот здесь мы еще ничего не зарабатываем. Там школа, там, может быть, кто-то у кого-то что-то начинается. В школе уже первые доходы. К институту мы что-то уже пробуем там себе заработать. Денег от родителей, как правило, не хватает. Дальше мы находим работу. И примерно лет до тридцати у нас идет карьерный рост. У кого так было? У кого меньше тридцати, ну, значит, примерно вас будет ждать. А после тридцати у кого карьерный рост остановится? Ну, или он так сильно-сильно замедлится? Вот, например, у меня это было. А кому сейчас уже больше сорока? То есть, вы понимаете, да, что у нас есть вот этот вот... Ну, сейчас уже цифра автоматом превратилась уже даже для женщин 60, а для мужчин 65. То есть, такой рубеж, после которого, в принципе, вам уже начинают работодатели относиться совсем по-другому. Кто с этим сталкивается? Валя, а для тех, кто работает по найму, готов выйти на пенсию и пособие подожить ее, ну, это цифра, конечно, очень важна. Мы еще до этого доделали, ты как всегда впереди бежишь, в паровозах. Так вот, на сегодняшний момент ситуация такова, что есть некий промежуток времени, когда, в принципе, доходы уже не растут и вряд ли они откуда-то появятся. Мы можем находить вторую работу, третью работу. Я знаю людей, которые работают на четырех работах. И при этом мамочки еще имеют кучу, детей еще успевают за ними упашивать. Ну, времени у них уже не остается, пока там что-то для себя произнести. Итак, через некоторое время, когда мы становимся старше, наши доходы начинают падать. Кто знает почему? Вот я знаю очень четко ответ почему. Кто на работе работает и у кого, например, зарплата подсокращалась? Какие-то бабки убавляли, какие-то премии убавляли, да? Отлично. А все это потому, что вот в этом времени, вот в этом возрасте, человек уже менее производительный. Уже не так амбициозен и так далее и так далее. А начальнику сложно, чтобы мы на работе хреначили. А так как мы уже, так сказать, ну, мы уже переработались, он еще начинает искать молодых. Молодые приходят, у них амбициозность, у них желание вырасти, и им можно меньше платить. Да. Поэтому приходят молодые и потихонечку, потихонечку вытесняют тех, кто знает. Так вот, через некоторое время наступает пенсия. Ну, здесь такой мягкий, прям, враг. У кого есть знакомые, которые ушли на пенсию? Вот работали, ушли на пенсию. Зарплату у них вот так сопротивлялись? Нет, не так. Агрессность. Ну, вот так сопротивлялись. Вот. То есть, здесь так, немножко поместить. В принципе, если работать только понадобно, и вот по этой классической индустриальной схеме идти, то большинство людей будет ждать вот такой формат жизни. Это еще здесь такой длинный возраст написан. Еще к этому вернемся. По факту, уже после, даже вот здесь у нас нет времени, потому что приходится много работы. Вот здесь у нас начинает наступать дне здоровья и работаем ради здоровья. Кто хотел бы по-другому? У нас есть план. Но, ближе, чем мы перейдем к этому плану, я хочу обратить внимание на ту ситуацию, которую это не мы придумали. Это не мы нашли. Это не мы составили эти цифры. Эта ситуация, исходя из данных статистики. Большая часть своих стран, она примерно в разных странах, она примерно похожа. Особенно в странах СНГ. Так вот, к 65-ти годам 30% из людей вас окружающих, почти 30%, их уже не будет. Ну, для примера, в 66 лет мы потом. Я, например, не хочу. Кто знает пенсионеров вокруг вас, которые не работают? У кого из них пенсионеры чувствуют себя воеводным хорошо? Очень мало количества. На что хватает у меня денег? Какая средняя пенсия в стране? Или с тех, кто здесь как раз? 20 000. Какие 20 000? Пенсии? 20 000. 20 000. Средняя 15 000. Немальная пенсия. Не-не, пенсия средняя. 15 000. Вот 15 000, это даже выше, чем средняя пенсия. 18 000. 18 000. 18 000. Минимальная. Ну, сейчас она уже там 9 000. Вот. Скажем, надбавки в таком регионе, как в Поволжье, Саратов, надбавки составляют там очень большую надбавку, а получается 8 500. В курсе. Вот. А самая большая пенсия у нас в Якутии, но там и кратые сумасшедшие. В Москве, если ты здесь прожил 10 лет, подписанно работал, то у тебя со всеми надбавками пенсия будет 19 000. Вот. В среднем по стране она не превышает 19 000. Вот с этой цифрой я примерно согласился. Даже 15 000 – это все средняя пенсия выше, чем средняя пенсия. Ну, для примера, у моей мамы 12 000 пенсии, дальше там инвалидность, дальше там надоедность. Благодаря нам на получение. А в государстве чуть-чуть будет. Средняя пенсия увеличивается за счет того, что офицеры, вышившие на пенсию, с большими звездами получают хорошие большие пенсии. Не, понятно, депутаты получают. Вот. Кто депутат у нас сегодня? Да, поэтому средняя температура по стране, она сразу покупала. Средняя, вроде бы, красивая цифра. Средняя температура по стране приблизительно 13 000. Да. Но я знаю людей, которые получают пенсию 9 копейками. Да. Как вы думаете, на что хватит 9 000? 2 000. Можно назвать, что это пенсионеры в дружбе. Да. 10 000, 12 000. При том, что, ну, для примера, у мамы там порядка 5 с копейками тысяч, только квартал. 6 000. Угу. Плюс там какие-то лекарства. То есть на поесть уже не остается, ешь лекарство. И это статистика. Если идти по тому плану, который был предыдущий слайд, то, в принципе, мы придем вот сюда. Ну, не мы, а 62% людей. Мы же не хотим сюда прийти, правильно? 5% работают для того, чтобы выжить. Кто знает историю пенсионеров, которые работают? Возможно. Возможно. Кто знаком с кем-то из представителей этих 4%? Пенсионеров? Да. Которые финансово не зависят. Отлично. Я тоже знаком. Кто знаком с таким пациентом? Я не знаком. Но факт в том, что они есть. Откуда же они взялись? Могли ли они, вот работая по найму, выйти вот на это? Нет. В принципе, возможно, могли, если они там всю свою рабочую жизнь, они все это вкладывают здесь на пенсию. Но велика вероятность, что таких было очень-очень мало. Что же делать? У нас есть план. Есть возможность, благодаря компании LR, сотрудничеству с компанией LR, поменять ситуацию со своими доходами. Как вы видите, она тоже не сразу здесь оказалась. Ну, не так было. Но постепенно, постепенно она может увеличиться и улучшаться ситуация. Вы можете увеличить свои подходы, которые у вас есть. Причем, смотрите, она не началась вот отсюда. Не надо бросать стоп, чем вы сейчас занимаетесь. Можно, совмещая со своей деятельностью, начать выстраивать бизнес с LR. Как это можно сделать? И почему это можно сделать с LR? LR – это надежная компания, которая хорошо себя зарекомендовала на протяжении уже 35 лет. Ребят, 35 лет компания работает на рынке. То есть, компания не одна дневка. Как вы думаете, о чем это говорит? Вот это вот график. О надежности, стабильности. О надежности, стабильности. Еще о чем? Здесь идет слово «оборот», 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 «оборот». То есть, рост товара. Мы все будем богаты в 20-м году. Круто. А все-таки, оборот здесь, каким образом? Как это связать со словом «оборот»? Компания производственная. Она делает продукт. Да, продукт пользуется спросом. И самое интересное, что, смотрите, за эти годы, понятное дело, что постоянно появляются новые партнеры. Вот сегодня у нас есть новый партнер, новый кандидат. Но не значит, что и старые не отваливаются. То есть, люди продолжают пользоваться продуктом. Находятся новые, которые им не нравятся. Плюс ко всему, компания выпускает новые продукты, расширяет свой ассортимент. И у меня для вас классная новость. Сегодня началась продажа у нас в России такого продукта, как «Грипрейш». Ура! Я уже заказала. Круто. А кто уже купил? Я. Я думаю, что… Я сейчас не буду про него сильно много говорить, потому что я специалист в этом вопросе, но уверен, что в ближайшие дни будет презентация компании, и там нам расскажут об этом продукте, в чем же его основные преимущества, что он дает, и в каком он, так сказать, в каком его эффективности и процессе. Да. То есть, каждый год компания расширяет ассортимент, дает нам больше возможности создать товарооборот. О чем это говорит? Посмотрите. Если, например, запускать свой бизнес, мы же говорим о том, чтобы запускать бизнес совместно с вами. Но если, например, запускать свой бизнес, что вам потребуется делать сами? Велика вероятность того, что в своем бизнесе люди сами организовывают товарообразные производства, организовывают рабочие места. Бухгалтерия. Да. Здесь ваш партнер уже взял это на себя. По факту, мы работаем с компанией, которая уже организовала все, взяла на свои плечи все риски – производство, бухгалтерию, логистику и так далее. Наша задача – просто информировать, и мы к этому еще решим. Уже много людей пришли к результатам. То есть, у кого-то эти результаты пошли достаточно быстро, у кого-то эти результаты пошли чуть медленнее. Вот Алексей, и не сразу началось. Но все-таки, смотрите, 28-30 тысяч на второй месяц. То есть, при желании можно на такие доходы выходить быстро. 102, 103, на 17-й месяц 170 тысяч вообще. У кого на работе так растут зарплаты? А кто знает людей, у кого так растут зарплаты? Я тоже не знаю. Это все наши, это партнеры нашей команды, нашей компании, которые сегодня зарабатывают хороший день, которые уже хорошая квалификация, которые мы даже не стали поставить цифры, которые находятся сейчас, уже в 2020 году. Потому что для многих людей эти цифры будут совсем восстановлены. Поехали дальше. То есть, вот такие цифры важные. Это, конечно, такие особенные примеры. Вот, например, Андрей Веденьев, Елена Грезина. Ребята, у которых сразу получил достаточно высокий доход создание. Но при всем при этом это возможно. Если смогли они, то значит, велика вероятность того, что сможете вы. И у вас есть огромное преимущество. Эти ребята заинтересованы в том, то есть ваши наставники вышестоящие заинтересованы в том, чтобы вы росли. Иначе они смогут передать свой опыт и научить вас, как приходить к таким доходам. 1 600, это у нас 13-я зарплата, например. 2 300, 6 100, 6 150. То есть, кто получал 13-ю зарплату? Хотим вас? Я один раз получил. Я в Советском Союзе. Да? Не, я уже в России. У кого 13-я зарплата была? Ваня, мне добилась зарплата с 14-го. Обсчитались, что это? И у нас была 14-я зарплата. За одной сколько лет, и еще за что-то была 13-я зарплата. Да. Это тоже, наверное, было в Советском Союзе. Да нет. Ну да, это тоже. В Советском Союзе. Ну ладно, расслабьтесь. В наше время таких, наверное, 14-х нет. Сейчас только один день платится. Ну, просто тем более мы платим. Есть вот такие примеры. С нами уже зарабатывают тысячи людей. То есть, пели в нашей команде тысячи людей. Смогли зарабатывать хорошие деньги. Много людей, которые научились зарабатывать дополнительно к своей зарплате. Много людей, которые научились зарабатывать хорошие деньги. Вышли на это как основной доход. Соответственно, они уже не работали. Зарабатывали с Google Earn. Кто-то и сделал из этого совсем большой бизнес. Вот, например, представители этих ребят. Но есть также ребята, которые не сделали. Такие есть. Их много. Как вы думаете, в чем разница? Одна и та же компания. Вот мы сейчас по ней проходили. Один и тот же продукт. Одна и та же команда. Одна и та же система обучения. Но вот такие разные результаты. Почему? В чем разные результаты? В зависимости от разных вопросов. От эффективности. От действий. От действий. Еще какие варианты? От цели. От цели. От решения. Еще какие варианты? От ответственности. Ну, скорее всего, самый правильный вопрос от цели. Если есть цели, если есть ради чего, то ты найдешь возможность как изменить мышление? Как найти время? Как начать действовать? Потому что у нас есть полностью пирог. Но если у тебя нет ради чего, ты приходишь в бизнес. То, скорее всего, ты будешь вот с таким-то моментом. Ну, либо, может, очень больше. Поэтому... Дальше. Как же можно создать доход ВЛР? Как можно изменить свою жизнь ВЛР? Как можно улучшить свою жизнь ВЛР? Какие здесь у нас варианты? Понятно? Хорошо. В ВЛР вы можете жить дольше, быть здоровыми, выглядеть молодым, чувствовать себя хорошо, увеличить свои доходы и определять бизнес в день по наследству. За счет чего? Мы каждый день делаем. Каждый день делаем выбор с самого момента. Что мы начнем есть? Что мы будем делать? Как мы производим деньги? И так далее. И так далее. В СЛР мы можем изменить некоторые... Дополнить свою жизнь некоторыми элементами. Например, умыться не просто водой и луками, а с помощью нашей области. Это системы, которые помогают улучшить состояние кожи, очистить ее и, соответственно, кожа начинает выглядеть и сохраняться дольше и лучше. Это различные питательные вещества этих девчонок. Надеюсь, что... Хотя нет. Что надеюсь? Кому? Если нравится мужчина, то пожалуйста, у вас классная косметика. Применяйте. В ВЛР есть огромнейший ассортимент продуктов для здоровья, которые помогают нам чувствовать себя хорошо, увеличить свое здоровье и жить дольше. Вот мы помните, с вами смотрели график до 65 лет, а потом была цифра 65 лет, то есть людей помер, то есть людей как живет. А вы задумывались когда-нибудь о том, до скольки лет вы хотите жить? Да. Больше 150. Больше 150. Ага. Ага. Еще какие варианты? 102. 102. Еще какие варианты? 150. 150. Понравилась цифра? Ага. Еще какие варианты? Ну давайте поактивнее, ребята. Какая-то информация, она будет у вас… Какая-то испугает. Давай. 300. Этот век я еще собираюсь прожить полностью. Молодец. Красавчик. Это чуть больше. 750. Да. Так вот, я приглашаю вас подумать о том, что вокруг вас есть уже какое-то некое количество людей, которых вы знаете, которые находятся уже в пожилом возрасте. Как много людей вы знаете с теми цифрами, которые вы называли? Не знаю. Или не называли, а просто упадут? Не знаю. Нет таких. Нет. Нет таких. Да, по меньшей мере с нами двоих его выжили. Отлично. Одному сейчас 119, второму 172. А 172? 172. А не на Кавказе, нет. Он здесь у нас, наверное. Да. Его половины сейчас 145. Вот это да. У кого сейчас немножко... Оказывается реально можно? Вот у кого сейчас реально вот такая мысль возникла? То есть, что это реальность. Если мы сейчас с вами говорили, что мы хотим, то вот это уже реальность. Она есть. Я такой вот так, что надо будет с ней... Пообщаться. Да. Узнать, что же они такого делают. Это хорошее. Пользуется ЛВР. Вряд ли они все это время пользовались ЛВР. Ну, один сейчас в Непале, второй здесь. Вот. У ЛВР, где в Непале ЛВР нету. Хотя мы можем куда-то доставлять. Так вот, все-таки вернемся сюда и к тем людям, которые вас окружают. А кто знает, какими привычками они пользуются? Например, курят, выпивают, какую еду едят, как они себя ведут, там, спортивный и не спортивный образ жизни и так далее, и так далее. Кто знает примерно, как себя ведут эти люди, которые вас окружают? По-разному. По-разному, да? Ну, которых приводят там... Если лично брать мою маму, она ей 81 год, она все равно пойдет в магазин и будет выбирать дешевые продукты. Неважно. Большая часть людей, которых уже... Вот. Если пойдут в магазин, то вот так вот. Или там вообще лежат неподвижные. Не только в каком возрасте вы будете жить, а еще и как вы будете жить. Каким качеством жизни будете жить. Это немаловажно. Потому что можно и в 100 лет жить, но лежать общее. Ничего не умеет делать. А можно в 70 лет делать по 45 минут. И теперь... Ну, если брать даже так, что моему брату 51 год, он в детстве серебрально проводится с детства первая группа, вот в этом году будет 52, он своими ногами ходит, руками. Потому что я и мама за ним очень хорошо ухаживает. Да. Вокруг есть окружение, которое ухаживает, помогает. Но большая часть людей, скорее всего, если потреблять вот так, вот так, вот так, вот так, то вряд ли это приведет вас к тем цифрам, которые вы подумали и сказали. Да. То есть надо что-то менять. Один из вариантов мы предлагаем добавить в рацион наши питьевые гели. Например, самый простой способ. Сколько рублей вы тратите на, предположим, ваши вещи, машину? У кого есть машины? А сколько? А если машину надо, то куда все? Ну куда ты второй курс? Е-мой. Сколько, сколько тратите на машину около месяца? Ну, примерно, в среднем. По-всяку. По-всяку. То есть туда входит все, и траты на каста, на бензин, на обслуживание и так далее, и так далее. Я думаю больше 5 тысяч. Больше 5 тысяч в месяц. То есть где-то там примерно 100 рублей на день получается. Нет, 5 тысяч это мало, в месяц это мало. С учетом страховок, с учетом будет всяких разных. А, ну страховка там. Ну всего. Резина, страховка, бензин, техобслуживание. Где-то 100 тысяч точно. В месяц? Что у тебя за машина 100 тысяч в месяц? Что у тебя за машина 100 тысяч в месяц? Год или астратург. Какого года? 11-го. Меняйте мышки. Хорошо. Ну все-таки эта цифра несколько больше наверняка. 100 тысяч в месяц. Такая машина нужна абсолютно. Но он так особо не ездит на этой машине. Ура поедет. Просто тысяч на тысячу. Давай заберем эту машину. Давай как-то за ней ухаживать. Ну немножко, так сказать, отвлеклись. Но все-таки. То есть в любом случае мы на свои машины, на квартиры и так далее, на дома тратим какую-то некую сумму. Сколько на сегодняшний момент вы тратите на себя? Сколько инвестируете в свое здоровье? У вас есть один дом, который вы не сможете поменять, который вы не сможете продать новый, который вы не сможете ремонтировать. Нет, ремонтировать сможете. Но если вдруг отломалась крыша, например, ухаживалась, то блин, ее не пришли уже. Вот есть один дом, за которым надо ухаживать. Сколько на сегодняшний момент вы инвестируете в свое здоровье? Ежедневно. Вы же в нем каждый день живете? Ежедневно. У меня сейчас примерно 300-300 километров. 150-300 километров. 150 километров. Я не инвестирую. Это не вставка. Это антиинвестирует. Это к вопросу о том, что, кстати, действительно, многие из нас антиинвестируют. По факту мы его сами обработали. Но это, конечно, выбор каждого. То есть кто-то делает такой выбор, кто-то делает такой. И все-таки у нас есть вариант, как укреплять здоровье, как улучшать здоровье с помощью такого классного продукта, как алоэ веры. Например, только с одним вот этим продуктом. Я скинул за первый месяц 9600. Был таким нормальным пельменьем 115 килограмм, даже больше. Сейчас у нее весы 90 килограмм. Цель 85. Я знаю, как прийти. С этим продуктом я избавился от головных болей, которые меня беспокоили больше 12 лет. Причем порой с такой интенсивностью, что это было прямо адски. И вот в такую погоду это бы просто каждый день ушло. И без таблеток я никуда не выходил, они меня привезли. Уже на протяжении 4 лет я не знаю, что такое головная боль вообще. Даже когда совсем-совсем устал. И если много-много не спал, все равно не знаю. Поехали дальше. То есть инвестируя 100 рублей в день, вы можете укрепить свое здоровье и, соответственно, улучшить свое состояние. В целом, организма, как вы выглядите, как себя чувствуете. Увеличить свои доходы. Можно я пару стол с половиной минут здоровья скажу? Потому что первый очень важный момент. Дело в том, что сейчас... Я просто несколько цифров напишу. Мы сейчас слышим очень часто, что средний возраст... Почему стоит пенсионный возраст принимать? Да, есть это. Потому что, да, типа, средний возраст вырос у нас до 70 лет. В ранее не существует, наверное, на самом деле. За 20 лет этого я не могу измениться. Скажем, последние данные, которые я уговорил. Во время курсов и подготовки врачей нам дали данные по средней жизни человека в России. 52 года мужчины, 58 лет женщины. За 20 лет это вряд ли могло измениться столь сильно. Это раз. Смотрите. Человеческий организм... К чему... Что может дать человеческий организм? На что способен человеческий организм? Он способен прожить 20... 14 циклов. Каждый цикл в 21 год. Походу как 100 лет мы не живем столько времени. Да, потому что кто-то нам сказал, что жизнь... Жить долго – это плохо. Жить долго – это не нужно. И что будем делать? Следующий момент. Человеческий мозг, свою высшую деятельность, должен только начинать за счет жизненного опыта всего. В 70-80 лет. У нас к этому возрасту в основном маразм. Мы говорим. И теперь последнее. Сколько стоит здоровье? Ребята, кто из вас хоть однажды смотрел фильм «17 недель весны»? Смотрите, да? Замечательно. Помните, когда он дает список картин, и тут спрашивает Талина Олега, говорит, сколько это может стоить по долларовому курсу? Они бесценные. Вы что, цените на руки свое здоровье? Вот сколько вкладывать в свое здоровье, нужно для чего? Для того, чтобы управлять своим здоровьем. Потому что им может... Вы можете им управлять на 50 лет, а можете на 100 лет на управлять. Как вы им будете управлять? Вот вам и стоимость. Сколько стоит на самом деле здоровье. Оно бесценно. Ребята, имея бесценный дат, мы ему устраиваем экзекуцию, что он устал и смертен. Спасибо большое, Игорь. Также можно с ИЛН помимо здоровья и качества жизни в плане здоровья улучшить ситуацию с финансами. То есть, вы можете быстро увеличить свои доходы. Быстро мы уже говорили, то есть, если есть амбиции, ради чего это делать. Первый вариант, как это сделать быстро, это можно заниматься, например, продажами. Когда вы выключаетесь к ИЛН, вы получаете скидку 28%. То есть, вы можете купить по оптовой цене и продать своим знакомым продукцию по розничной цене, заработав на этом 40%. Кто знает математику? То есть, когда мы уйти 28, когда мы прибавляем, то это получается на бак по 40%. Скидка на 20%, на бак по 40%. Да. То есть, зарабатывая первые деньги, можно вот таким вот образом. Цена закупки 2021, цена продажи 2820. То есть, 600 рублей можно заработать на этом. и одновременно с этим, подключая с КВ, вы 800 рублей экономите. То есть, покупку можно покупать продукцию дешевле, чем она стоит. Изначально стоит магазин. То есть, такие вот примеры. То есть, есть более экономичные продукты. Причем, уровень качества, он одинаковый, что на тех дорогих продуктах, что на этих. Просто здесь попроще упаковка, здесь уже нет брендового имени, звездного и так далее. Что же это делает? Отличный способ, инструмент при заключении договора СЛЭ. То есть, когда вы заключаете договор, для того, чтобы зарабатывать на продажах, у вас есть возможность стартовать, используя вот эти два набора. Показывая тем самым людям качество продукции. и получая заказы среди людей. У нас есть несколько вариантов старта. Если вы хотите просто стать клиентом, это старт вот такой. Если мы говорим про бизнес, то там старт в другом еще к нему вернулось. Став партнером ЛР, вы можете не только экономить, вы еще можете зарабатывать. То есть, создать себе дополнительный доход. Первое что? Мы получаем скидку и получаем возможность пользоваться хорошим качественным продуктом в Германии по цене дешевле, чем цена каталога. А цена каталога заведомо дешевле, чем, например, такой же уровень качества продукции в магазине. Дальше. Как на этом можно зарабатывать? Если вам понравится продукт, будете ли вы таким продуктом пользоваться? Если продукт понравился, если вы им пользуетесь, сможете ли вы про него рассказывать друзьям, знакомым, близким, родственникам? Да. То есть, когда мы рассказываем им, у нас появляются три категории людей. Первая категория людей – это те, которые тоже захотят пользоваться просто продуктом. Соответственно, мы открываем доступ, подключаем их к магазину, они ходят в магазин и создаются некий товарооборот. У нас есть такая штука – вал. То есть, это цена продукта внутренняя. Так как компания работает в разных странах, на сегодняшний день это 28 стран, там разные валюты, и чтобы было проще считать бонусы партнеров, имеется внутренняя цена, такой прям внутренний курс баллов. Один балл в России – это примерно 50 рублей. Для того, чтобы рассчитывать доходы партнеров. Итак, люди стали клиентами, они ходят в магазины, вы таких номеров можете открывать сколько угодно, создается товарооборот, с которым ЛР каждый месяц платит вам бонусы. Вторая категория людей – это те люди, которые станут партнерами ЛР и начнут заниматься продажами, тоже создают товарооборот, это все входит в ваш товарооборот, с которым ЛР платит вам бонусы. Третья категория людей – это те люди, которые придут и скажут, что я тоже хочу здесь на этом зарабатывать большие деньги, тоже создавать товарообороты, с которых я буду получать процент. И начнут делать то же самое. Здесь начинается самое интересное. Ваш бизнес начинает расти не только за счет ваших усилий. Дальше. В ВЛР есть помимо дохода, помимо хорошего самочувствия, помимо классного продукта, есть еще такой классный бонус в автопрограмме. То есть, что это означает? Это при достижении определенного товарооборота вы можете получить от компании автомобиль полностью бесплатно. Полностью оплачиваемый автомобиль. Это корпоративная машина, которая оплачивается компанией. ОСАГО, КАСКО, РЕМОНТ. Как раз таки то, про что мы говорили, на что мы кратим деньги. Эта компания берет на себя. Твои траты это только бензин и морг. Ты пользуешься такой машиной. На сегодняшний день уже видно больше 2000 машин в России. И даже в зале в нашем есть сегодня люди, которые уже пользуются машиной только. Ваша, Олег, Игорь еще тоже вышел. То есть, уже есть примеры в кучах, когда машина выдает компанию. О чем это говорит? Если смог один, сможете ли вы? О том, что это в принципе доступно. И уже так много людей это смогли сделать. То есть, самый возможный вариант достижения большинства финансовых целей в жизни, это как раз таки открытие своего дела, то, про что мы говорили. Если мы говорим про свое дело, и мы про это уже тоже с вами чуть затронули. То есть, для того, чтобы открыть дело, надо что в первую очередь? Деньги. Деньги. Проинвестировать в это дело надо снять аренду помещения, найти, закупить товар, найти сотрудников для того, чтобы они работали. И прежде чем ты начнешь зарабатывать какие-то деньги, ты уже потратил свои. В бизнесе СЛР ты начинаешь бизнес без риска и без вложений. Потому что, по факту, здесь не надо снимать помещения. Компания для авторомостовских партнеров и близлежащих регионов дает такой офис, которым можно спокойно пользоваться бесплатно. Компания предоставляет тебе возможность работать на удаленке, ты можешь это делать как угодно, общаясь с людьми, где угодно, где тебе удобно. Не вкладывая в аренду офиса, в производство, в логистику и так далее, и так далее, это так. Поехали дальше. Какие же варианты ставок? Как можно начать бизнес с СЛР? То есть, в первую очередь, как можно сотрудничать СЛР? Можно быть просто клиентом. То есть, у каждого из вас, или вы можете обратиться к тому, кто уже партнерный лог, если вы не партнерный лог, и покупать продукцию со скидкой 0%, то есть по клиентской цене. По цене того, пробовать продукцию. Либо же, вы можете открыть себе свой партнерский номер и покупать продукцию только от клиента со скидкой 28%, купив первую закупку от 3000 рублей. Кто знает, что есть такие, например, скидки, бонусные карты в различных магазинах? Легко, Шелеботея и так далее, и так далее. Например, скидка у меня Легко-Тея, это есть карта, которая в 2000 лет не пользовалась, и 25% скидка. Она была дана, когда перевалила общая сумма покупок за 75 тысяч баллов. У нас же ты покупаешь от нуля, сразу до 80% скидки, условия только купить на 3000 в первый раз. Дальше, как хочешь, можешь хоть одну зону пасту покупать по чуть-чуть и пользоваться. Уже продукции, по жизни на тебе предоставляется скидка. Можно начать бизнес с СЛФ. Такие же условия, такая же скидка, но при этом ты покупаешь еще продукцию на сумму 8600, и, соответственно, ты получаешь ее уже с дополнительной скидкой помимо этой. У тебя туда входят те самые два набора, про которые мы говорили, чтобы показывать качество продукции клиента. И ты получаешь широкий ассортимент продукции, опять же, с дополнительной скидкой, чтобы лично пользоваться, чтобы лично получить свои результаты и познакомиться с качеством продукции. Вот такой вариант старта. Есть еще профессиональный старт для тех, кто хочет расти очень быстро, чтобы увеличить свои доходы. Сюда входит достаточно большой ассортимент продукции для личного пользования. Для чего вообще надо пользоваться продукцией, как вы думаете? Что значит, чем пользуешься, чем предлагать. Еще какие варианты? Я могу вам взять. Да, чтобы честно быть. Еще какие варианты? Если вы пользуетесь продукцией, мы говорили про ее волшебные свойства. Что вы получите? Результат. Правильно. Вы будете уверены в качестве продукта, вы будете понимать о том, что он работает. То есть здесь уже на этом уровне вы становитесь бонусной линией для себя и получаете в дополнение ко всему доступ к программе от компании со скидкой на следующие 3 месяца на ряд продуктов с высокой скидкой. Дальше. Вы получаете доступ к открытию системы обучения закрытого или от лидеров. И плюс ко всему вы получаете уже первые бонусы от компании на свой партнерский счет, так сказать, за создание уже бонусного товара. Вот такие варианты сотрудничества СЛР. Вот эта возможность на сегодняшний момент есть у каждого из нас. И именно про эту возможность мы рассказываем людям. То есть наш бизнес – это информационный бизнес. Кому это интересно и кто для себя увидел какие-то уже сейчас перспективы в этом бизнесе? Спасибо большое. На этом моя часть заканчивается. И я хочу представить, хочу вас, во-первых, поблагодарить за то, что вы были активными слушателями, активными участниками нашего процесса. Надеюсь, что это было полезно и помогло вам еще лучше разобраться в том, чем вы занимаетесь или в том, чем вы, возможно, можете заниматься. А следующий спикер у нас – это парень, который уже, в принципе, больше, да, уже больше 8 лет строил бизнес СЛР. Это парень, которого я первые 3,5 года не слышал и говорил в полиции СЛР, это не надо. И несмотря на то, что он уже получал очень высокий момент дохода, 200 тысяч рублей примерно, он уже имел две машины компании. Первый, который звали пола и вторая Мерседеса класса. Я его не слышал, пока у меня не изменилась в жизни некоторая ситуация. И пока у меня не нашелся вопрос на ответ на вопрос «Зачем?». Зачем мне надо что-то менять? Именно с этого вопроса все и начинается. Представляю вам бронзового лидера организации Сидоров Павел. Друзья, всем привет. Спасибо большое вам. Давайте еще расскажем им спасибо. Кто, кстати, из первой части взял для себя какие-то нюансы, моменты, которые потом видишь, что этим можно как раз донести своим председатам, для того, чтобы им более понятным языком рассказать вообще весь масштаб, ценность, кто для себя что-то полезно. Супер. Ну, значит. Да, сейчас мы посмотрим короткий ролик. На вот этот он очень такой. Будет. Где он? Нет. Помога. Да, и вот этот слоган его, он очень вписывается как раз в концепцию бизнеса СЛР, возможности его, то есть ставь большие цели, верь в себя и достигай невозможного. Ну, по факту, говорится, как есть песня одного певца, невозможное, возможно. Да? Окей, хорошо. Друзья, ну, мы с вами пообщались на тему того, что, опять же, есть возможность в принципе строить бизнес, в чем его преимущество и так далее. То, что мы еще не разобрали, и оно один из таких важных моментов, которые есть у нас в команде как минимум, то есть есть, опять же, четкий пошаговый план, как можно двигаться к тем результатам, которые мы хотим, и, соответственно, какие есть инструменты для того, чтобы способствовать этому. И что мы можем предложить своим кандидатам, партнерам для того, чтобы они тоже могли здесь реализовывать свои задачи, цели. Вот, если мы, опять же, вернемся, мы не будем сейчас возвращаться здесь, но вспомним первый слайд, который я вам показывал, где вы там, про мечты, про цели, кто помнит, у кого еще с памяти все хорошо. Вот, то есть каждый из вас нашел для себя что-то там, то, что вас привлекает, правильно? То, что вас мотивирует. Кто нашел для себя? Супер. Хорошо. Ну, смотрите, в целом, если смотреть в целом бизнес возможности, то здесь также есть определенные уровни, с которых многие цели, по сути дела, уже, скажем так, начинают реализовываться. И вот одна из таких ступеней, это как раз то, на что стоит ориентироваться, тем более, не важно, в ключах или не пути сейчас, если вы уже говорите, в период времени находите в бизнесе, то достаточно хорошая цель, на которую стоит ориентироваться, это уровень для террорганизации. Кто знает такие условия, для того, например, что дает этот уровень? Кто знает, уже может поделиться? Давай. Чек ежедневно не меньше 100 тысяч рублей. То есть, заход средний, это порядка 100 тысяч рублей, плюс-минус, в зависимости от того, как будет выставленная команда. Автомобили надо только либо РСА-класс, либо РСА-класс, либо РСА-класс. То есть, уже закрывать вторую. Одну из потребностей, которые, как правило, многим тоже актуальны, это машина, причем более высокого класса, чем РСА-класс, то есть, можно либо РСА-класс взять от компании, либо РСА-класс, то есть, кому что больше нравится, нравится побольше. Вот, смотри, тебе нравится, по-компактнее со звездой, по-моему, с РСА-классом. А в целом, если вот опять же ремонт сейчас в уровне доходов, кому 100 тысяч, в принципе, уже такая хорошая уровень доходов. Нравится побольше. Да, супер. Спасибо большое, да. Паш, тем, кто не привык, то я говорю, что это нормально, а тем, кто привык, то она маленькая. Ну, даже я бы не отказался, плюс 100 тысяч. Нет, плюс нет. Да. Ну, если, знаешь, на уровне совмещения с работы, потому что я, допустим, сам первый год совмещал с работой, взял только выходные дни, и только когда уже доход там значительно превысил уровень зарплаты на работе, я уже, скажем так, распрощался с начальником, мягко говоря, в коротечках уволил его. Ну, в частности, ушел сам. Вот. Да, Костя, чего еще есть? Ежегодные путешествия, оплачиваемые компаниями, стабилили на каждый год путешествиями. Да, кто любит путешествовать? Супер. А кто любит путешествовать на халяву, так сказать? Я, в частности, тоже, потому что я в свое время, когда работал в ЕСТИ, там тоже была возможность выигрывать различные промоушены, и ездить, путешествовать, там, в среднем, два раза в год получалось у меня. Я только один раз пропустился, а в начале, когда у меня не было закромпаспорта, после этого я сразу же участвовал, и в следующих уже мероприятиях участвовал, путешествовал. А здесь, по поводу паспорта, мы когда оформляли визу в Емали, на колесах, нам открыли хорошую, а прямо визуал церкви. Мы говорят, что это что вы там мучились? Заберите сразу два паспора, то что можно было. Можно делать сразу два заграмм паспорта в жире. Почему? А для того, чтобы... Вот бывает такое, что надо оформить в две страны. А, я понял. Ну, у меня пока таких ситуаций не было. А вот дожди, что будет. Придется сделать сразу второй паспорт. Ну, так или иначе, здесь есть возможность. То есть, если мы планируем, например, 20 лет строить бизнес с компанией как меню, то есть, грубо говоря, запаситесь терпением на 20 новых стран. Кто готов запасись терпением на это? Супер. Я тоже готов. Я думаю, что на 30, еще даже, может быть, на 40, дай бог, предстоит. Ну, так или иначе, чего еще есть, Костя? Еще... Есть обучение. Да. То есть, есть обучение. Понятно, может быть, тоже второй уровень, да, академии от компании, которую компания оплачивает. Также, ну, сколько я знаю, там, либо это будет на базе Mercedes на территории России, то есть, в Подмосковье, скорее всего, либо, возможно, это будет на базе Mercedes в Германии. Опять же, компания приглашает, оплачивая дорогу, неважно, из регионов, в Москву, либо, опять же, в Германию, если там будет. Ну, так или иначе. Хорошо. С плюшками определились, да? То есть, можно хороший доход на этом уровне, и, там, 100 тысяч примерно выше, хороший уровень машин, то есть, уже выше уровень, чем на более предыдущих уровнях, путешествует. Каждый год, еще компания, когда ты регулярно держишь на этом уровне, то есть, в принципе, 100 тысяч, там, ну, вполне комфортный уровень дохода. Для этого еще у тебя машина, которую ты нам покупать ее, и еще, то есть, каждый год, как минимум, раз путешествуешь, не за свой счет. Ну вот. Кто в курсе, какие условия сейчас есть для вот этой квалификации, то есть, что нужно сделать? Какие условия выполнить? Кто знает, какие критерии? Подожди. Может, кто-то еще и... Можно? Наверное, достаточно количество клиентов. Ну, конечно, само собой, да, я не поспитивил секретные какие-то популярные критерии для того, чтобы выйти на эту турку. Ну, давай. Оборот команды 24 тысячи баллов, 6 активных линей, в которых каждая не меньше 500 баллов. В случае, если у вас есть 1% группа боковой оборот 12 тысяч, в случае, если 2% группа личных 100 баллов. Ну да, 100 баллов в любом случае. 24 тысячи, 6 активных линей, 12 тысячи плюс, ребята, 2 группы. Да, все верно. В целом, получается, если максимальный уровень на этом карьерном плане дохода для того составляет до 1 миллиона 800 тысяч в год. То есть у кого, скажем так, сейчас уже есть примерно такой уровень дохода для того. Вот, супер. Несколько чего без СЛФ. Ну, с ума, какая разница. То есть есть возможность еще и СЛФ создать такой уровень дохода. И это абсолютно реально... Слф. Слф. Да. Ну, сейчас мы с вами как раз проверим, как это сделать. Слф. То есть на каком-то этапе времени компания взяла просто средств на разных уровнях партнеров. То есть на разных уровнях карьеры. И посмотрелось только в среднем этих людей количество первых людей. Ну, это очень важно, что нам все точнее. Ну, 40-40-20-50 человек, которые вы подключили. Если не понятно. Но это тогда, когда именно эта цифра у тебя каждый месяц белые баллы. Не важно. Не важно. Суммарно. Средняя статистика. То есть при таком количестве линий ты как раз можешь создать такой оборот. Примерно, да. При том, что... Ну, опять же, если того, за какой период мы это сделаем. При условии даже, да? Не 10 лет. Да. Не за 10 лет 80 человек. Сами понимаете. За это время уже там 70 из них уже уйдут, скорее всего. Потому что слишком медленно. Но если как бы держать такую динамику, то в принципе, если за год, к примеру, вы сделаете объем действий, который позволит вам включить примерно 40-50-60 человек, то есть, опять же, от них как факторы. От окружения, от качества людей, которые там приходят в команду, то по статистике, как раз с таким количеством команды, именно лично ваших партнеров, вы сможете выставить команду, которая будет создавать вам... С которой вы будете создавать оборот как раз вот от 24 тысяч и выше. Балл оборот, соответственно. Вот. Как это сделать? И, соответственно, сейчас у нас самая такая подходящая дата. Это первое число. И как раз таки то, что самое полезное, что можно сделать сегодня, кто знает что. Составить план на месяц. Балл оборот. Да. В первую очередь составить как раз таки план. Потому что, если мы хотим двигаться с каким-то определенным целем, то кто знает, чем отличается мечта от цели? Цель и конкретный план. Мечты и цели. В том числе, да. Цель, она имеет какое-то четкое, ну то есть, какие-то критерии цифрованные, есть сроки ее достижения, тогда она превращается в цель. То есть, если мечта имеет какие-то конкретные характеристики, имеет сроки, в которых хотите ее реализовать, достичь, то она уже перемещается из раздела мечты в раздел цель. И под эту цель мы просто создаем уже план. Тогда мы уже понимаем, чего нам надо сделать, как помогли, чтобы к этой цели двигаться. Вот. Поэтому, у кого, скажем так, есть много мечт? Желаний, мечт? Мечт. Да, супер. Здесь как раз хороший момент в том, что, общаясь с людьми, которые бизнес-селор, я встречаю, что многие люди, постепенно погружаясь в силу, они сроки начинают мечтать. Потому что на каком-то этапе жизни нас почему-то, вот нам отключают этот тумблер фантазии. То есть, чего можно хотеть. Хотел это. Вот. И здесь как раз вот когда мы, ну, то, что я, опять же, с чем-то, сталкиваюсь, общаюсь с людьми, которые приходят бизнес, у многих этот тумблер снова включается. То есть, они вспоминают, что, оказывается, можно для всего многого мечтать и хотеть. Вот. Поэтому, это такой положительный момент, потому что зачастую как раз то, что у меня раньше окружалось на работе по дому, это как раз вот большинство людей, которые, ну, ни хрена не надо изменить выражение. То есть, у них есть вот какой-то вот быт, который есть на данной реальности и, собственно, ну, и хорошо. У кого вот есть примерно такая ситуация, вы чувствуете, что у вас много таких людей, которым ничего особо-то и не надо. У-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у. Да-да-да-да. Вот. Поэтому, как раз здесь то место, где мы снова можем начать мечтать. Но задача, чтобы эти мечты превращались в цель, тогда они будут достигаться. Но под это дело нам необходимо иметь план. И как раз так, как сегодня начало месяца, самое подходящее время, где еще вчера, самое подходящее время было составить план на этот месяц. Чтобы понимать, какие цели мы хотим реализовать и, соответственно, чего достичь. Кто в курсе, что есть такой инструмент, которым, оказывается, даже можно пользоваться. Вот если даже сравнивать с обычной работой, что он вам напоминает? Табель. Где вы можете отслеживать, что вы конкретно сделали. Как думаете, чем он может быть болезнен вам в плане бизнеса? Самодисциплина. Статистику вести, контролировать свои действия. В результате, по итогам месяца, чтобы у вас было понимание, от чего я в итоге сделал, для какого дала у меня результат и понимание средней статистики. Потому что мы с этим общались, у нас есть понимание, что нам надо какое-то количество людей приглашать во в течение какого-то времени. И чтобы для себя определить, сколько мне конкретно для этого надо делать действий, необходимо выбрать свою статистику. Если вы пока свои статистики не знаете, потому что выручают только по пути, в этом нет ничего страшного. Можно взять пока такую среднюю статистику. Например, один из десяти. То есть она может быть улучшной. Супер, если будет улучшной, значит мы сможем больше сделать за тот же объем действий. Она может быть и хуже. От разных факторов зависит, опять же, насколько вы, скажем так, качественно провели предыдущие несколько лет своей жизни. Что о вас думают у вас окружающие люди? Насколько они вам доверяют и готовы за вами быть? Если, как бы, открыть плохой, то это такой позвоночник достаточно хороший, в плане того, что значит вы чем-то не совсем правильно занимались в предыдущие годы жизни. Если за вами нет людей, они вам не доверяют. Ну и опять же, хороший звоночек в плане того, что пора, значит, менять окружение и окружаться людьми, которые более позитивные, хотят большего, стремятся к большему и они открыты к возможностям. Вот. Ну, так иначе. То есть, есть несколько показателей, которые стоит запланировать, опять же, в плане постановки целей на месяц. То есть, первое, так как, ну, все-таки мы двигаемся по коллегам, если мы говорим про итоговую цель, например, ЭЛО, ну, то есть, лидер организации, через, например, период 1 год, кому в целом нормально за год выйти на доход 100 тысяч. Кто готов, допустим, совмещаясь с какой-то деятельностью, выйти на доход плюс 100. Кто-то хочет больше. Кто-то хочет больше. Правильно? Да непонятно. То есть, можно, опять же, понятное дело, что сразу же мы в лидер организации скорее всего не превратимся. Будет какой-то путь. Правильно? Поэтому до уровня лидера организации предстоит проделать несколько шагов, достигая предыдущей ступеньки карьерного плана. То есть, это будет, опять же, не главная цель, это будут такие промежуточные задачи. То есть, на каком-то уровне мы сделаем младшего менеджера и, допустим, выйти на фаст-рэп. На каком-то уровне мы перейдем уже до менеджера, станем МЛГ. Чем это интересна квалификация? Кто, можно сказать? Бесплатный автомобиль. Бесплатный автомобиль, уже прямо на полных условиях, если ничего не хватит вообще. Что еще? Допустим, если по фаст-рэпу. 6 тысяч. 72 тысяч рублей. 72 тысяч рублей. На завод в Германию, да? Да, поездка на завод в Германию за счет компании. Опять же, причем на двоих. Компания плачивает дорогу и проживание двоим супругам, если вы женаты либо замужены. Либо, допустим, если у вас есть супер в нем. Например, брат, сестра и так далее. Лучший друг, с которым вместе строили бизнес. Вот. И также еще на базе Москвы тоже академия. Которая поможет вам получить понятный алгоритм действий, как выйти сюда еще быстрее. На лидерной организации. Ну, это такие ближайшие ступени, которые можно пройти. Кто еще не найдет уровнях? Что стоит сделать уже в начале месяца? Это запланировать, в первую очередь, ступень карьерного плана. То есть, что вы хотите достичь для того, чтобы выйти по итогу году на этот уровень. То есть, хорошая цель, как вариант, первый получается. Карьерный уровень. Кто еще пока не младший менеджер? Есть? Есть, да. Есть хорошая цель, которую стоит поставить на февраль. Это как раз стать младшим менеджером. Почему важно именно в феврале? Есть смысл попробовать ее поставить и достичь от нее, поставить себе цель и постараться... На фасттрек зайти. Да. В феврале крайний месяц, когда можно выйти на фасттрек с очень хорошими условиями. В чем отличие от фасттреков, от обычного карьерного плана? Кто может сказать? Четвертая ступень, 90 тысяч. Ну, даже если мы не берем четвертую ступень, а даже на этом уровне, то есть если мы говорим про уровень дохода на уровне младшего менеджера, то если мы говорим про доход на фасттреке, то это по 17 тысяч рублей. А если это без фасттрека, то это доход где-то от 8 до 15, плюс-минус. Ну, да, да, да. То есть, как бы тоже, на самом деле, опять же, смотря как у вас выставлен на фаман, достаточно неплохой, но, так или иначе, здесь есть возможность зарабатывать больше. Вот. Соответственно, какие критерии младшего менеджера, кто знает? Да, это есть, вот, я и сказал, кто еще не может. Четыре тысячи баллов. Да, то есть какие критерии, что вы хотите? Что вы хотите? Минимум четыре тысячи баллов оборота общего. Да, две активные или нет, то есть две минимума трицот. Личный оборот, минимум за кого? Да, минимум 100 баллов личного оборота. Вот. Какое еще есть условие? При наличии четырнадцати процентов, плюсы две тысячи остаточных. Да, если у вас есть менее четыре тысячи, то есть если у тебя один на четырнадцать процентов. Две тысячи остаточных. То необходимо помимо этого еще плюс две тысячи остаток. Ну, то есть здесь еще остальные оборота. Вот. В том числе судорфой и личного оборота. Достаточно. Да, вот. Поэтому, как его можно сделать, какими вариантами? То, чего можно сказать, какие у вас. Кто уже тем более младший, кто-то выше. Как вы думаете, какими способами можно его сделать? Можно сномальный, можно продажный. А, продажный-то не сделать так, как нужно. Угу. В смысле, это было четырнадцать тысячи баллов? Ну, 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 можно, грубо говоря, три тысячи сделать личными, а остальные команды. Но лучше, когда приведут с командой, конечно. То есть это мы говорим о том, что нам необходимо сделать задел на вот эту церковь, ну, ближайшую, скажем так. Когда мы делаем людей и помочь им. Например, да. То есть, грубо говоря, есть ИВИУ. И, ну, опять же, я рекомендую все-таки ориентироваться не на минимальный уровень 100 баллов, потому что 100 баллов, это, собственно, что там, три бутылки геля. Вот, собственно, у вас уже 100 баллов. Либо там две бутылки геля про баланс. У вас уже 100 баллов. Поэтому то, на что я ориентирую, предлагаю ориентироваться и комендую, это минимум 250 баллов личного оборота. Почему, как минимум, вот именно такое уровень имеет смысл личного оборота ориентироваться? Первое. Про проект шарта. Во-первых, он позволяет больше продуктов пользоваться регулярно для себя. Плюс, возможно, это будут еще и клиенты, которые через вас приобретают. То есть несколько человек, которые, ну, им умеет регистрироваться и проще через вас. Им нравится ваш сервис, то, что с вами не общаются и так далее. Но на самом деле, когда вы умеете делать это сами, вы можете это научить своих партнеров. И при таком обороте сумму в 4000 достаточно легко складываться. Сколько для 4000 надо людей, которые делают 250 баллов? 18. Что за реальность какая-то такая 8? 16. Да, необходимо 16 человек. 16. Да, на счет того, что один из них это вы. То есть получается, еще надо 15. 16. Как это сделать? Ну, скажем так, быстрее всего. Это, например, найти двоих людей сильных и помочь каждому из них создать команду где-то еще по 7-8 человек. То есть получается, у каждого будет оборот по 2000 баллов. Тем самым получается, что из 50 это вы уже 4 скобейки. Это такой, скажем так, самый быстрый метод, если вы прямо хотите быстро-быстро сделать, найти двух сильных людей и помочь прямо с ними плотно включить смартфон, помочь им создать команду. То есть за счет того, что вы помогаете другим людям выстроить бизнес, вы сами уходите на больший высокий уровень. Как сделать, скажем так, если этот человек более с таким закладыванием фундамента на долгий срок, ну, на предстоящие движения, то, например, это вы сделаете лично 250 баллов оборота. Плюс, важно понимать, что, во-первых, чтобы найти двоих, скорее всего, надо было подключить не двоих, потому что два из двух, скорее всего, вряд ли будут такие суперактивные. Ну, как знать, я же не знаю, каждое свое окружение, разное количество людей. Но за счет, скорее всего, потребуется подключить больше людей, и из них как раз получится от тех двоих, которые настроены будут серьезно. Но если смотреть чуть-чуть дальше, например, вот сюда сразу же уже задел, то эффективнее будет сделать, подключить четверых, и помочь каждому создать команды по он плюс три человека. Ну, естественно, по двести пятьдесят, что каждый делает. То есть, итого у каждого будет по тысяче баллов. То есть, итого получаем опять же четыре с копеек. Но в перспективе уже четыре группы, которые вы можете потом дальше с ними работать, чтобы у них просто бороться, чтобы они постепенно выходили уже на две, дальше на четыре тысячи. Потому что наша задача как можно большему количеству людей помогать идти на фаст-трек. Потому что, когда наши люди начинают зарабатывать больше, как результат, и мы зарабатываем больше. Поэтому здесь прямая зависимость в том, что как можно большему людей вы помогли вырасти, тогда и вы растете быстрее. Поэтому есть вариант такой, чтобы быстрее сделать эти двоих, и прямо с ними плотно включиться в работу. Есть вариант, скажем так, заделан на будущее. На эти четверых тоже, в принципе, которые заинтересованы двигаться быстро. И с ними достичь чуть поменьше в форме, но достаточно плановерно, чтобы у вас оборот распределился в группу. Вариант ровненько. Почему, опять же, четыре группы, забегу вперед. То есть, есть уровень для организации, когда хватит на 100 тысяч. Но при этом есть еще условия в обороте, если у вас сильная группа есть на МТП. А есть уровень карьерного плата, то есть, когда вы получаете уже все бонусы, независимо от вашего остаточного оборота. То есть, это когда у вас есть четыре группы, в которых вы могли выйти на много-немогые 27%. Поэтому я говорю именно четырех групп, как минимум, стоит на которых прямо очень плотно сфокусироваться. Чтобы вы могли уже зарабатывать где-то от 300 и выше, до где-то от 600. Смотря на то, что вы уже 300 привлекательные цифры. Поэтому вот, как пример, на чем можно будет сфокусироваться. Либо вот это, например, либо вот это. Поэтому, возвращаясь, опять же, к вашим основным целям. То, что стоит поставить цель для себя, это младший менеджер. Ну, это, опять же, только рекомендация. Вы же смотрите сами. И то, что вам стоит сделать, это ваш план, который вы составите, обсудите обязательно со спонсором. Вот. То есть, стоит запланировать это количество общего оборота. Если у вас уже есть какая-то команда, то, соответственно, посмотреть, с кем вы этот оборот уже сейчас можете идти. Может быть, только у вас уже есть, которые предварительно уже на каком-то других из этих мест есть уже. То есть, у вас уже, например, два из четырех уже заняты людьми, которые уже знают, что они себя настроены. Задача у вас помочь у нас строить. Плюс эти двоих еще серьезные, например. Либо у вас уже есть один из двух, которые уже, там, допустим, до этого уже идет, там, тысячу, там, тысячу с копейками. То есть, задача еще на тех минимум одного. И помочь двоим в итоге за месяц сделать по две тысячи. Вот. То, что обязательно стоит запланировать, как раз таки, это личный оборот и, ну, опять же, то, какой уровень оборота себе ставит цель на февраль. Сколько личного оборота вы планируете сделать в феврале? 500. 500. 300. 300. Опять же, эти цифры, в принципе, это, есть, опять же, два варианта. Либо сделать личным потреблением, либо, в том числе, еще сделать работу с клиентом. Кто, как, опять же, обозначил цифры. Кто, как, будет делать? Вместе с клиентом. Кто-то личный, кто-то не с клиентом. С клиентом. С клиентом, да. То, что важно запланировать, там, с личным понятно. Если вы запланировали, какие продукты хотите попробовать, я, допустим, сегодня уже стал креплейший себе попробовать. Плюс, воспользовался, забегая вперед, то, что мы сейчас будем обсуждать, классное предложение по распродаже, забрать набор новогодний за очень хорошую скидку с двумя гелями в подарок, еще спрей себе уже взял. То есть, у меня уже, как минимум, 100 баллов уже есть у меня на первое число. Вот. Ну и плюс, там, еще воспользовались дополнительными предложениями. Вот. То есть, то, что надо запланировать, если мы говорим про личный оборот, где мы планируем еще то, что с клиентами сделаем, то стоит запланировать, как мы это будем делать. То есть, используя какие-то инструменты, либо там, работа через каталог, что-то еще. То есть, во-первых, запланировать каким методом, кто каким методом впечатляет работа. То есть, мы говорим про работу с клиентами, а через продукты. Акции все возможно. Акции, да. То есть, привлекать на акции, то есть, есть возможность сэкономить. То есть, у кого какие еще есть методы. То через что работают с продуктом. Делиться своим опытом. Делиться своим опытом. Да. Кто-то еще какие-то методы спорят? Диэйдж. Тестирование здоровья. То есть, рекомендация пользуясь продуктом именно набором ADH, для того, чтобы как раз вот точно для Рубана тестировать в себя. Не антиинвестирование, а в себя. Вот. Но, опять же, все-таки мы даем выбор человеку, потому что он решает для себя, если он видит для себя ценность, то, естественно, мы ему рекомендаем. Если он видит ценность больше в антиинвестирование, то, опять же, это выбор каждого, скажем так. Вот. Ну, так или иначе, то, что стоит спланировать, как раз-таки, сколько действий вы сделаете для того, чтобы создать оборот необходимых, которые вы планируете с клиентом. Допустим, если мы про 300 баллов, то, например, там, 150 мы лишним планируем, например, и 150 с клиентом. То есть, запланировать, сколько действий мы сделаем для того, чтобы собрать, с клиентом проработать на 150 баллов, получить заказ. То есть, сколько будем позвонить, сколько смогут сделать, то, что надо тоже запланировать или составить план. Вот. То, что, возвращаясь, переходя дальше, получается у нас, смотрим, сколько нам надо еще сделать с группы оборот. Ну, допустим, если у нас запланировано, например, 250 личного, то, соответственно, с группы надо еще сделать сколько, чтобы было 4? 3 750. 3 750. Соответственно, важно, опять же, спланировать, сколько людей вы планируете сами подключить, для того, чтобы из их количества примерно как раз найти нужное по той стратегии, которую вы, допустим, выбираете. Ну, например, то, что я могу предполагать, это либо вот эта стратегия, как быстрее мыли на этот уровень, либо вот эта стратегия. То есть, подключить несколько людей, найти из них толковых, которые готовы действовать и помочь им уже тоже создать свои команды. Это будет самая эффективная стратегия, чем будет 16 человек лично подключать. Потому что, помогая людьми, ты тоже уже делаешь отцов на будущее обороты. Вот. Кто, сколько планирует стартов в феврале? Сколько людей планирует подключить? Четыре. Пять. Четыре. Пять. Три. Ну, да, да. Ну, так, да. Взять так, как совмещают. Кто еще сколько планирует или стратегию планирует? Четырых. Кто больше? Есть? Давайте опять. Паш, на самом деле, цифра три он стал, тот пил, который он может сделать. Но здесь у нас сейчас есть великолепный инструмент. Тот стал. Да. То есть это очень выгодный момент. Во-первых, это действительно выгодно. Это очень выгодно. И это, наверное, очень отвлекательно, да. Выгодно, на самом деле. Да. Вот. Ну, так или иначе, как раз таки, используя вот этот вот ProStart, можно очень выгодно получить большой объем баллов товарооборота за более, ну, доступные деньги, скажем так. При этом давая людям возможность воспользоваться большим ассортиментом товаров. за счет того, что опять же вот эта цена. Вот. Но так или иначе, то есть то, что вам стоит записать. Опять же, здесь что вы записываете. Тут слушаете, то есть какой карьерного находительности. Сколько оборотов вы должны создать для этого? Сколько лично оборотов из этого? Сколько людей планируете подключить? И тут как раз начинается самое интересное. То есть сколько для того, чтобы подключить людей, нужное количество встреч. То есть сколько встреч вы проведете за месяц для того, чтобы у вас стартовало? 5, 3, 4 и так далее. Опять же, если вы пока не знаете свою статистику, допустим, только начинаете, то можно придерживаться средней, как минимум. То есть если у вас, допустим, есть цель подключить троих людей, из них возможно найти двоих, которые будут готовы активно действовать, а один может быть просто будет клиент, то, соответственно, сколько надо вам встреч провести, чтобы 3 человека стартовало? 30. То есть в принципе, если так посмотреть, ну в этом месяце не получается, чтобы была одна встреча в день, так как у нас 29 дней, но и не 28, это было ранее. У нас целый день подарили. Да, то есть у нас еще в подарок целый день. То есть, грубо говоря, один, одна встреча в день, ну плюс какой-то день две встречи она будет провести. То есть даже если мы проводим прям, ну, как-то очень усиленно скрупулезную встречу, то сколько времени обычно занимает встреча? Ну, максимум. Ну, в разумных рамках. Понимаешь, что у нас 6 часов занимает? Час? Час. То есть, грубо говоря, не инвестиция, час времени в день. У кого есть возможность инвестировать час времени в свой будущий доход? Хорошо. Да. У кого-то, возможно, больше есть. Да, конечно. Ну, допустим, когда я начинал, у меня была возможность только два дня в неделю на выходной выделять. В день у меня просто моментально физического времени не было. Ну, правда, я уделял прям по максимуму. С утра и до вечера два дня в неделю. Вот. Поэтому я компенсировал остальные дни вот за два дня. Но, так или иначе, у кого-то будет своя статистика. Поэтому стоит записать, сколько вы планируете ввести встречи за этот месяц. Но, опять же, чтобы у нас состоялись встречи, что нам необходимо делать? Приглашать их на встречу. Да. Мы хотим звонить и поставить эту встречу. Опять же, у каждого будет своя статистика, сколько и скольких звонков у вас состоит со одного встречи. Но средняя, в принципе, которая зачастую соответствует, это где-то один из трех. Причем, даже с такими, с менее знакомыми, исконными знакомыми. И также со старыми знакомыми. А один из трех, один из трех? Ну, примерно один из трех, да, если как бы все-таки на лучшее. Ну, даже возьмем один из четырех даже. То есть, получается, чтобы назначить одну встречу в день, если мы берем среднюю статистику, что 32-3 встречные провести, то сколько надо звонков сделать, чтобы одну встречу провести? Если где-то один из трех, один из четырех, а мы оставим. Приходим на встречу. Ну, то есть, где-то четыре звонка в день. Три-четыре звонка в день, правильно? У кого сколько в среднем занимает один звонок при приглашении на встречу? Ну, без там, как дела, там, как жизнь, там, предыдущие пятнадцать лет. Ну, две-дри минуты, как правило. То есть, в принципе, если мы считаем четыре звонка в день, то сколько времени занимает? Пусть десять. Ну, максимум пятнадцать, с учетом того, что до кого-то можно звониться, правильно? То есть, получается, уходим в среднем, там, час и пятнадцать минут идти на то, чтобы развивать бизнес. Вот. То есть, нужно, чтобы запланировать, опять же, количество встреч, план действий и по нему двигаться. То есть, цель мы поставили, все, про нее сейчас пока мы забыли. Мы фокусируемся именно на плане. То есть, встречи и мой каллиграфический почерк и звонки. То есть, это два пункта, на которых стоит ежедневно фокусироваться. Что я рекомендую, опять же, сделать, это, опять же, звезок. Потому что, когда мы составляем план на месяц, то он, вроде бы, окажется на что-то еще. Времени перейти до фига. Слушай, что-то первое число, это двадцать девято еще. И где сколько? Целло, кажется, двадцать девять дней. Вот. Поэтому эффективнее всего вот этот месяц, который есть. А у нас есть период в нем более коротких. Недели. То есть, в принципе, у нас есть более четыре недели в этом месяце, которое мы, примерно, можем планировать. Четыре недели и один день, получается. Грубо говоря. То есть, этот план, который мы составили по количеству встреч и по количеству звонков, распределить она в неделю. Потому что понедельно контролировать себя проще. Такие промежуточные точки отсчета, скажем так. Потому что, когда мы, грубо говоря, на месяц ставим план, допустим, там, тридцать встреч. И тут на нас у нас двадцать пятое число, а мы провели всего десять. Получается за пять дней, но надо еще двадцать провести. Ну, я как говорил, обахаться. Но, когда у нас есть, грубо говоря, периоды по неделю, то есть, нам, получается, надо в неделю проводить сколько есть? У нас тридцать встреч на месяц. То есть, где-то по восемь встреч в неделю. Плюс-минус. Где-то семь, где-то восемь. То есть, уже проще контролировать, что если мы, допустим, за неделю провели там не восемь встреч, а где-то там. Ну, разный курс-мажор могло быть, как бы я все это прекрасно понимаю. Допустим, провели там не восемь, а пять встреч. У кого такое было, что не всегда вы продерживались планы. Ну, всякое может быть. Как бы это жизнь. Соответственно, мы можем эти две встречи, грубо говоря, или там три встречи, к которым они добраются в предыдущий недель, принести на следующую. И у нас будет задача уже не восемь встреч с недель, а десять, одиннадцать встреч. То есть, это уже проще, чем двадцать встреч за пять дней. Поэтому я рекомендую то, что вы делаете, я сам это делал в практике и сам со своими партнерами, это разбивать план на месяц на недельный план. Чтобы вы могли в определенные точки отчета, как раз, излезть прямо, померить себе в планировщике точки отчета по недельным. И прямо там, фиксируйте себя там, окей, за неделю просто столько, за неделю столько, за неделю не столько. То есть, по итогам каждой недели мне необходимо столько действий дел. По итогам каждой недели мне необходимо, чтобы у меня в общем вороне появлялось плюс тысячи баллов в личном кабинете. То есть, контролировать, получается, несколько показателей. Если у нас цель, грубо говоря, четырех людей подключить за месяц, то, соответственно, задача контролировать показатели, чтобы у нас каждую неделю один человек подключался в команде. лично, благодаря нашей работе. И для этого проводить необходимое количество встреч. Это что касаемо плана действий и планировщика. Я рекомендую в целом каждому спечатать этот на ближайшие 11 месяцев. То есть 11 источников, где у вас на каждый месяц будет ваш табель учета рабочего времени перед самим собой. Не перед начальником, а перед самим собой. Это один важный момент, который, ну и это важно. Потому что если вы не делаете этого, у вас нет четкого понимания, как вы это сделаете, и что вы для этого будете делать, то, скорее всего, опять же, как мы уже говорили, это будет всего лишь мечта, это не будет цель. Но повторюсь, что фокусироваться надо не на вот этом. Это мы прописали, и отлично, оно есть у нас, зафиксировано. Фокусироваться надо на вот этом, на плане действий, которое мы делаем для того, чтобы отреализовать. Задание первого нет, это, ну, во-первых, у кого уже составлен план на этот месяц? Вот это. Молодь, у тебя? А тут ты как-то не убери на руку, понимаешь, потому что, видимо, это потому что ни у кого, и не хотят так сильно выделяться. Поэтому задание – это сегодня составить план на этот месяц, потому что составление плана займет, ну, максимум, 15 минут. Но эти 15 минут, проинвестированные вами в ваш бизнес, позволят вам быстрее выйти на те результаты, которые вы хотите. И то, что стоит будет сделать – это ваш план обсудить с вашим экстагментом. Обязательно запланировать, созвониться, обсудить то, что вы запланировали. Во-первых, оно поможет, скажем так, подтвердить адекватность вашего плана, что вы не порвели, если вы готовы к нему двигаться. И то, что стоит, опять же, сделать – запланировать с ней как раз вот эти вот промежуточные точки, я их называю, встречи-развития. Что каждую неделю с ним, скажем так, делать такие контрольные звонки и с ним обсуждать, как, чему получается, чему не получается, где стоит улучшить, какая нужна помощь у него в том числе. И что я рекомендую, особенно, если вы не на уровне даже младший менеджер, то, что стоит сделать – это использовать один очень важный инструмент в вашем бизнесе. Кто знает, какой самый важный инструмент в вашем бизнесе вы можете использовать прямо в самых первых дней? Спонсор. 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 Если вы до этого никогда не были предпринимателем, то им говорят, что приходи, я тебе бизнесом скажу, предложу. Они думают, ха-ха, ага, бизнес, какой это предприниматель? А когда вы приглашаете на встречу человека, которого они не знают, и у вашего кандидата служит в своем представлении только исключительно по тем словам, которые вы о нем расскажете, то есть если вы, грубо говоря, продадите как суперэксперта, как предпринимателем успешным, который знает, как зарабатывает деньги, который еще собирает команду, если в работе я у нее включаюсь, пойдем, я хочу с ним познакомиться, чтобы ты послужишь, послужишь, собираешь команду, здесь классное предложение. И тогда он будет слушать его по-другому, согласитесь. Вот. Это один момент. Что еще может помочь в этом месяце? Круто вывести. Два момента, которые помогут. Есть первое, которое нам дает компания. Кто знает, чего можно в этом месяце использовать, вы получите с того, что компания предлагает, и для того, чтобы вырасти. Правильный штик каталог на 14-20 февраля. То есть есть предложение, которое с очень выгодными скептами. Ближайший у нас праздник 14 февраля. Кто опять же влюблен, или у вас есть знакомые, которые влюбленные, можно предложить, приобрести подарки по хорошим выгодным предложениям. Какой еще у нас на носу праздник? Мужской. Новый парфюм. Давай там перенесусь и что-то. Ну, мы пройдем там. Понятно. Тут пока это не было. Это будет следующий. Февральский каталог. Да. Но до него еще есть другие предложения, как раз на 14 февраля. Если кто-то еще не смотрел ссылку, посмотрите. Есть на 23 февраля тоже, опять же, с хорошим предложением, наборы для мужчин. Ну, для и после бритья. Там очень выгодные предложения, поэтому имеет смысл, как минимум. Ближайшие, кто у вас знакомые, есть с девушкой, позвонить, спросить. Слушай, ты своему планируешь делать подарки на 23 февраля? Да. Уже что-то присмотрело? Нет. Смотри, у меня есть классное предложение, хотел тебе предложить через меня их приобрести. Я тебе предложу хорошую цену и, соответственно, сразу тебе их упаковка. Ты сэкономишь время. Потому что, ну, если только незаядным пардерикам, к счастью, у нас, как видите, по статистике их не так много, больше тех, кто все-таки безбородые, вот, эти наборы будут очень полезны. Они их приобретают. Все равно приходят за гражданин. Там есть антистрессовые кремы вообще. В том числе, да. Вот. Ну, так или иначе, здесь есть возможность задать предложение очень хорошее. Также есть вот то, что в этом каталоге, который у нас есть на месяц, есть очень классное предложение. Какое здесь наиболее классное предложение? Прямо очень вкусное. Кто смотрел уже? Кто вообще смотрел? Речь нечего. Нет, если вы говорите про скипты. Речь, это понятно. Нет нового продукта и имеет смысл как раз его предварить, потому что это очень крутой продукт. Будет как раз вот посмотреть там списание вебинаров именно от специалиста с более подробной информацией от компании будет проводиться вебинар на эту тему. Здесь есть очень прикольное предложение, которое очень выгодно. Если кто-то не смотрел, это приложение, которое... Ну, ариста, в принципе, их тоже приходит. Ну, на запусках. А, три парфюма по цене? Да. Выгодно приложение два плюс один, то есть три парфюма по цене двух можно взять. Дизайнерство. Вот. То есть можно, допустим, если кто-то работает с парфюмом, то очень выгодно продавать их в том числе. Ну, или предложить, опять же, на подарки. Вот. Дальше вставим. Гриб рейш, понятно, этот продукт, который как раз очень крутой. Дальше. Еще. Еще. Вот. Назад. Да. То есть есть классное предложение по питьевым гелям с вкусовыми армурами. То есть можно один баллон получить в подарок. То есть четыре покупаешь, платишь за три. Вот. То есть проба гряди лицепроцентно по-рубски. Вот это тоже можно использовать. Но, может быть, это один из таких самых крутых предложений в этом каталоге. Паш, наверное, выгоднее будет это, хорошее самочувствие или как там, рождественские вот эти распродажи? Ну, в том числе, да. Это помимо этого. То есть просто рождественские сейчас быстро закончатся и все. Ну да. Очень выгодно предложение. Да. А это до конца месяца, до 28-го числа. Ну, мы про рождественские не говорим, чтобы самим успеть. Да, да, да. Ну, я уже успел. Вот. Кто не в курсе, то в рождественной каталоге были наборы, где два геля одного вкуса, одного из вкусов. То есть идут в наборе, плюс в подарок, там еще спрей с помощью 200 мл флакона. 250 или плохо. 200. 200. 200. Вот. Соответственно, сейчас можно купить его по очень выгодной цене. Я точно не помню. 16% скидка. Да, 16% скидка. Это реально очень выгодная цена. Только вы 16%-ник. Да. Если ты уже выше 16%, то есть ты уже почти менеджер, как минимум, можно воспользоваться таким предложением на личный аппарат. Вот. Поэтому, кто еще не смотрел каталог на февраль, посмотрите, там есть классное предложение, которым можно воспользоваться. Как она серия Алоэ Вера, там для волос, детскую серию. Также Наталья Воласьон там очень крутая скидка тоже. Это очень крутой продукт тоже, который хорошо работает, и он хорошо продается тоже. Поэтому, это то, что от компании есть возможность, как увеличить обороты, в том числе и с клиентами, и с партнерами. Их потребление предложить им расширить. И также есть инструмент, который позволит нам в этом месяце вырасти очень круто именно от нашей команды, которую мы сделали. Кто знает, какой инструмент у нас? Марафон. Марафон. Ну, можно запер марафон, можно запер танцевать, как угодно. Но, я об этом сейчас не буду говорить. Поэтому, для этого я хотел пригласить на сцену моего друга, партнера, который уже тоже в бизнесе достаточно давно, то есть примерно чуть больше, чем я. Вот. Прекрасный семьянин, прекрасный лидер, у которого есть крутая команда. Кстати, поздравляю его с тем, что у него в команде вырос новый в команде. У нас был лидер группы. Вот. И у нас учитель отстывы. Александр Кучиев. Спасибо. Сейчас я включу себе тоже слайд. Опа. Все. Ну, что ж, давайте пойдем вперед. Или назад. Кто куда. ну вот сижу я там у компьютера и смотрю за вами смотрю и вижу задумчивые такие сидим серьезные такие сидим что-то от жизни вот хочется что-то вот я так читаю знаете сейчас в инстаграме маска такая есть абсолютно дебильная я не стесняюсь выражения снимают себя девочки в основном кто я из диснея принцесса не видели? абсолютно дурацкая штука вирусная которая заполоняет мозги людей так вот я сижу смотрю на Навального как же это сделать блин вот такое в голове что-то примерно у всех есть такое какое-то вот недопонимание до сих пор как все-таки к этому прийти есть? у кого есть? ну честно поднимите руку есть да? а может не надо вам это? надо Федя надо? вещай я не Саша вот кто меня не знает давайте познакомимся меня зовут Александр я бизнес СЛР уже 8 лет там сколько ну 8 лет точно вот я люблю эту компанию за то что она дает потрясающее окружение в первую очередь естественно я 8 лет назад приходил сюда также за тем чтобы получить деньги я сидел в зале да и слушал людей которые говорят вот ЛР это какая-то особенная компания здесь какие-то особенные люди я говорю что ты мне лапшу на уши вешаешь мужик ты говорю давай про деньги мне вот мне надо вот как ты 100 тысяч евро в месяц я хочу зарабатывать вот я не понимаю как мне 100 тысяч евро в месяц зарабатывать вот если я пойду путем который вот стандартное которым я знаю там работа 15 лет там вот это вот все или бизнес открыть вложить там сколько-то кучу денег я говорю как что надо делать и вот спустя там прошло наверное года 4 я понял что блин действительно мужик не лапшу на уши вешал правда же говорил особенная компания особенные люди особенное окружение так вот смотрю я на вас и думаю что все такие серьезные и сегодня я услышал такую фразу со сцены от одного из спикеров давайте вспомним какими мы были детьми у кого есть дети есть да посмотрите на них они они какие-то счастливые в основном да ну есть периоды конечно когда они орут к сожалению в основном по ночам они почему-то это делают вот у меня у самого дочки второй годик первый сын вторая дочь вот посмотрите на этих маленьких людей они счастливые кто со мной согласен они могут час ковыряться в песочнице представляя как у них у них там в голове война какие-то баталии да что то такое происходит и ты займешь там эй 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 он тебя даже не слышит понимаете да в какой момент времени человек теряет это воображение мечты свои в какой момент он отказывается от этого и ради чего он это делал никогда об этом не думали мы все были когда-то детьми мы умели мечтать мы мы как кем-то хотели вырасти мы кем-то хотели стать если у кого есть дети вас спросите у них кем ты мечтаешь быть что ты хочешь делать если мы проведем анализ и возьмем аудиторию в тысячу человек и спросим кем ты хотел быть когда был ребенком и кем ты стал и в какой момент ты отказался от своих мечт и желаний вот если над этим подумать но это же страшно становится неужели мы родились для того чтобы быть бухгалтером может быть конечно может быть и более того я не считаю это плохо да вот паша рассказывал что есть люди которые вот они ни к чему не стремятся они зарабатывают там свои деньги там 20 30 50 40 тысяч рублей в месяц они рады этому они счастливы они не хотят менять свою жизнь их она на сто процентов устраивает есть такие люди это не хорошо и не плохо это просто факт но мы с вами здесь собрались это те люди которые хотят чего-то большего они мечтают о чем-то да что-то хотят своей жизни поменять это вот некое возвращение нашему детству когда мы умели это делать когда мы могли я не знаю там вот кровать это космический корабль понимаете вот вижу что уже вы улыбаетесь уже можно вам тему основную дать подумайте на досуге над этим ведь в лр можно мечтать можно достигать чего-то о чем вы желали чего вы хотели когда вы были ребенком я вот сегодня сам инстаграме выложил информацию лр это путь лр это путь и если вы по этому пути будете идти каждый день делая какие-то действия какие-то шаги рано или поздно вы к этому придете вот вчера мы закрывали месяц мой партнер сделал квалификацию лидеры группы он вышел на стабильный доход 90 тысяч рублей плюс еще автобонус 110 тысяч рублей плюс в его структуре он еще со своей женой сделали еще одну квалификацию младший менеджер и плюс они еще будут получать 18 тысяч рублей дохода и это в городе где средняя заплатная плата 15-20 тысяч рублей в месяц но если бы этот человек пять лет назад когда он не пришел к этим результатам сдался и он бы сказал да ну нафиг зачем мне это нужно сегодня бы он этого не получил сто процентов его жизнь возможно никак не поменялась да возможно он бы стал миллиардером есть некая вероятность но согласитесь 99 процентов людей жизни не меняется за то время что я был и за то время что я смотрю как меняется меняюсь я меняются другие люди лидеры я смотрю на свое окружение эти люди они не меняются 99 процентов они где были там и остались и часть из этих людей периодически приходит ко мне и говорить давай давай мы хотим мы хотим но потом что-то откладывается да что ты не получается они снова уходят из бизнеса и вот такая вот как бы жизнь идет она не останавливается ни на секунду каждый день каждую минуту секунду нельзя вернуть назад ладно хватит философии и так давайте поговорим немножко о конкретике сейчас мы с вами чуть-чуть пооткровенничаем кто хотел бы выйти на уровень лидера организации когда тоже тигуан получаешь или мерседес уровень там 100 100 плюс а это к вопросу о том какие у вас цели какие мечты потому что как правило люди они смотрят на один шаг вперед давайте смотреть чуть дальше то о чем сегодня говорил паша о чем сегодня говорил ваня это круто и у нас к этому есть еще плюс один плюс одна вещь о которой я сейчас буду рассказывать окей чтобы мы с вами наш бизнес развивали нам нужно чтобы в нашу команду в нашу компанию приходили новые партнеры и клиенты согласны согласно давайте чтобы я понимал нас поднимите руку у кого три процента и больше зале есть то есть в основном аудитория шарящая в терминах ну понимаете да поэтому я буду тогда немножко более в нашей тематике нам для того чтобы бизнес рос нужно чтобы к нам приходили новые клиенты новые партнеры но это не единственная задача когда мы общаемся с руководством мы очень много общаемся с руководством компании с нашими немецкими лидерами они дают нам статистику что вам пришло допустим период один год да один год давайте возьмем там не знаю денис у меня почерк еще каллиграфичнее чем у вас вот смотрите за один календарный год денис пригласил в бизнес допустим он четко все дел 3 партнера в месяц 3 на 12 сколько 36 он пригласил в бизнес 36 партнеров супер круто да теперь вопрос по статистике как вы думаете какое количество из этих партнеров 0 1 0 1 следующего года допустим ну вот это допустим был 19 год а вот они в двадцатом году вот в январе сколько из 36 партнеров сделает хотя бы один балл как вы думаете все от семи до десяти все от семи до десяти какие еще варианты за три человека ровно четверть угу на эту школу сохраним за людей да сколько людей активно будут по итогам января месяца через год вот 36 человек пришло в команду сколько из них балла сделает три тысячи если стандартная статистика то 20% кому интересен это интересно да подожди что ты думаешь что это пришло в команду то есть они чужие активируются у них же у него точка да ты же баллы каждый месяц делаешь вопрос в январе месяце да сделает ли человек баллы сколько из них баллы сделает мы же деньги деньги откуда мы получаем от количества баллов в календарь в календарный месяц который мы получили процентов 15 ну практически это 10 процентов как вам такая статистика то есть Денис чтобы 10 чтобы три с половиной человека у него сделали баллы в январе он пропахал 36 человек подписал нормально кто считает что ну как бы хреновенько да это статистика против лома нет приема если нет для меня лома да тогда вопрос как вы считаете что важнее спонсировать или с этими людьми работать правильно ты все ты все мне испортил ты бородач правильно конечно важно и то и другое но в чем проблема проблема в том что большинство людей забывает о том что это распределение 50 на 50 должно быть и упор делают только на спонсирование и забывают про то что с группой надо работать потому что если вы поработаете с этой группой то ваша статистика 36 будет не три с половиной коллеги а как минимум 50 процентов понимаете и на сколько ваш товар оборот будет больше я вас уверяю у огромного количества большинства из вас эта проблема есть эта проблема существует и более того я скажу что часть этой проблемы лежит на нас на лидера да потому что мы где-то не докрутили где-то не дорассказали не доучили но эта проблема присутствует к сожалению вот поэтому не забывайте о том что когда к вам приходит новый партнер не надо идти спонсировать следующего почему немцы дают 3 в месяц вот Хольгер Кунет он говорит даже 2 это норм 2 в месяц это норм если еще один появляется это уже напряженный потому что они понимают что когда пришел партнер наша задача еще его научить и обучить правильно работать и помочь ему сделать его первую квалификацию в карьере которая выглядит как 9 процентов это старт в бизнесе не 3 процента не 6 процентов именно 9 процентов а лучше если это будет в первый месяц 11 процентов кто из вас пришел в ЛР зарегистрировал договор пришел на бизнес и в первый месяц сделал 9 процентов плюс очень мало людей раз два три четыре человека в зале один в телефоне не появляется тоже скорее всего сделать Саша у меня выбора не было а какой же Саша 10 дней я стартовал было 10 дней должна была приехать в Курчанке которая стала там президентом за год нужно было по 7 встреч а проходит моя встреча было 9 процентов выбора не было выбора не было не было выбора не всегда можно было не ходить мне не было если бы вот смотрите если вы стартуете два человека в месяц и помогаете двум людям выйти на 9 процентов вместо того чтобы заспонсировать еще двоих то вы получаете вместо 30 плюс 30 плюс 30 плюс 30 вот ваша картинка 4 партнера плюс 30 баллов у каждого потому что на профстап мало то стартует почему-то это тоже нужно уметь этот навык развить но если вы стартовали всего двоих и уделили им время и каждый сделал по 9 процентов понимаете да где может быть рост зарык вашей группы вашей команды но это не говорит о том что не надо спонсировать опять же распределение 50 на 50 ни больше ни меньше это важно просто проверьте 50 развитие своей структуры очень многие ребята забывают не забывайте полезно пока то что я даю да окей давайте идем дальше теперь конкретно что надо сделать в феврале чтобы выраст представьте что у вас есть партнеры которые делают баллы в вашей структуре есть да присутствуют есть с кем поработать нету есть нету окей если у вас есть партнеры с которыми стоит поработать то это информация для вас и для ваших партнеров если партнеров нету то это информация для вас и для тех партнеров которых вы в этом месяце зарегистрировать смотрите вот вы допустим вы 9 процентов есть в зале 9 процентов нету есть вы 9 процентов у вас сколько это баллов тысяча неправильно 1000-1999 будет ваш оборот 1000-1999 баллов за календарный месяц Игорь не отвлекайте женщину сейчас мы подождем я такие важные вещи говорю надеюсь вот вы 9 процентов есть вариант сделать 9 процентов двумя путями первый личный оборот когда человек закупил продукции на 1000 баллов есть такие люди есть есть второй вариант как сделать 1000 баллов имея группу людей как минимум 1-2 человека с которыми вы такой товар оборот сделали что дальше вот у вас есть 9 процентов да вот вы 9 процентов и у вас есть допустим 3 человека ну возьмем там стандартную картину 250 баллов я сделал 250 250 вы 9 процентов добили балл вот что дальше происходит вы можете 50 процентов следующего месяца возьмем следующий месяц вы можете 50 процентов вы можете 50 процентов следующего месяца подключить еще 2 человек и сделать новый оборот 500 баллов с ними но это отличный инструмент для вашего роста и выхода февралет на фаст трек если люди хотят на бизнес представьте что вы вывели этого человека на 1000 баллов этого на 1000 баллов и этого на 1000 баллов раз два три 500 фаст трек понимаете теперь вопрос как вы видите на 1000 баллов ответ будет в конце моего выступления понимаете ответ я вам дам я вам обещаю теперь вопрос самый главный вопрос кто считает кто из вас считает что человеку который сделал 250 баллов просто за следующий календарный месяц сделать 1000 кто считает что это просто я про наше с вами мнение сейчас говорю понятно делаю люди разные кто считает что это просто сделать в принципе 1000 баллов а что ее делать тем более 14 февраля там да 23 февраля праздники на носу и тут еще один важный нюанс то как вы считаете ваша команда считает поэтому считайте что это просто передавайте это мнение это видение своим партнерам ну поверьте 1000 баллов ну это фигня ну реально о чем мы говорим 1000 баллов несколько звонков ближайшему кругу тестирование антиэйдж тест паки да предложить подарки купить вопрос просто в работе и вы получаете фасттрек первый уровень и когда я говорю по фасттреке я не говорю о 18 тысячах доходов 18 тысяч кто хочет 18 тысяч получать вас это мотивирует кого мотивирует 18 тысяч в месяц дополнительно плюс 18 плюс 18 да а кого еще больше мотивирует 72 понимаете да но если вы сюда не придете это как первый шаг сделать вот если вы хотите с тарзанкой спрыгнуть первый шаг так ноги надо связать вот это вот ноги связать потому что чтобы войти в фасттрек вам в любом случае надо младшего менеджера сделать и тогда у вас есть возможность получать уже более мотивирующий вас 72 тысячи рублей доходов плюс автомобиль понимаете да но это все начинается с конкретной работы с вашими партнерами но если у вас еще нет партнеров это конкретная работа вот это вы конкретная работа вам над самим собой чтобы сделать тысячу тире две тысячи баллов почему это важно потому что завтра вам надо будет научить ваших партнеров как вы это сделали за один календарный месяц сейчас уникальное время я уже близок к тому чтобы дать вам ответ как это сделать сейчас уникальное время а кто в январе по соотношению в декабрю вырос в товарообороте кто вот в моем окружении ребят из ЛФ с которым я общаюсь выросли 99 процентов 99 то есть все практически кого я знаю у них был рост рост был не просто рост а рост был самый успешный месяц к самому неуспешному месяцу в году как считается да, что декабрь самый лучший месяц в году и дверь самый худший месяц в году для продажников для товарного бизнеса и в этот период мы взяли и показатели декабря улучшили в январе в самый плохой месяц круто у меня в бизнесе плюс 50 процентов за один месяц произошел рост итак что давать вам ответ не томи мне потрясающе волнительно вам это говорить потому что все мое выступление ответ перед вами вот вы его видите я его не скрываю кто знает о том что это такое обучение походите походите кто знает что это такое обучение кто не знает есть люди в зале которые не знают есть всегда есть те кто воздержался но вы либо знаете вы либо не знаете другого не дано женщина она либо беременна либо не беременна про желчного состояния не бывает вот итак у нас есть два уровня обучения сегодня которые в феврале месяце которые в феврале месяце лидеры организовали для вас была проделана колоссальная работа для того чтобы вы получили эти знания мы к этому обучению готовились больше двух месяцев чтобы вам его дать и и сейчас я открою информацию вас никого не обмануть и это обучение не зря дано именно сейчас потому что именно сейчас то время когда вот эти вещи будут происходить потому что сошлись все звезды феноменальный рост компании в россии он уже начался в конце того года фаст трех феноменальная программа фаст трех согласны ну честно я не знаю что по фаст трех как я вам слышу я не знаю что такое вот я вкратце объясню давайте я вкратце объясню действительно это важно фаст трех это возможность независимо от уровня ваших продаж получать фиксированный доход который всегда будет выше чем тот доход который вы бы получали по процентному уровню и есть три уровня фаст трех не это просто фикс то есть допустим если вы продали на 100 60 тысяч рублей то вам бы компания заплатила примерно там 10 тысяч рублей а по фаст треху вы получите 18 то есть это всегда выше на порядок чем человек бы получил у нас три уровня по фаст треху это 18 тысяч рублей доход фиксирован независимо от того сколько баллов 30 сколько 36 и 72 И только в феврале люди еще имеют возможность зайти на 90 тысяч рублей. Это то, что сделал один мой партнер. Он этой возможностью воспользовался. Ну, надо в феврале еще это подтвердить, конечно, но я думаю, с этим проблем не возникнет. Итак, у нас есть два уровня обучения. Первый уровень обучения – это для этих людей, которым надо научиться 250, как можно скорее превратить 1000 в 2 и выйти на фасттрек в 4. Если вы в зале, у кого меньше 1000 баллов? Вот это для вас. Второй уровень обучения – это для тех людей, кто 9% уже научился делать. У них есть люди, с которыми можно расти и выходить на фасттрек уже сейчас, в феврале. Забудьте рост от 1000 баллов до 4000 баллов. Забудьте год. Забудьте. Значит, это можно сделать за месяц, активной работы. Но, извините меня за мой французский, для этого надо не сопли жевать. Понимаете, да? Для этого надо включиться в работу, найти своего наставника, взять его за шкирку, посадить и сказать «помогай». Блин, мои меня разработали. Вот. То есть уровень обучения вот этот и уровень обучения вот этот. Давайте начнем с 9%-никам. Конкретно теперь что надо делать? Кто в зале 9+, запишите. Первое. Вам нужно сегодня. Я это сделал 3 дня назад. Но если вы этого еще не сделали сегодня, составьте список людей, которые сделали 250 баллов плюс. И которые могут попасть в обучение для этих партнеров 3%. Составьте список. Ну, я не думаю, что это займет много времени на уровне 9%. Мне своих 3-х процентников выписать тяжеловато. Там Паша Сидорову, я думаю, это невозможно сделать. Ну, только по программе отсортировать, если это выгрузить в экселевскую таблицу. Вам это сделать гораздо проще. Там 2, 3, 5, 10 человек 3% взяли в эксел. Второй момент. По итогам января, естественно. Второй момент. Этим людям надо позвонить. Не написать. Да, вот многие там делают. Ты говоришь, так, вот этому позвони. Скажи вот это, вот это. Через 10 дней проверяешь, что ты сделал. Да, слушай, что-то он мне ничего не сказал. Я говорю, как, ты ему позвонил, и он тебе вдруг умолчал? Говорю, 10 минут. Нет, я ему написал. Камон. Возьмите трубку, позвоните вашим партнерам и поговорите с ними. И первое, с чего я вам рекомендую начать разговор, это с ваших целей. Это сказать, привет, там, не знаю, Оля. Я хочу очень войти в фасттрек. Для этого мне надо, чтобы ты выросла, и я готов, готова тебе помогать. Как ты на это смотришь? Начните с ваших целей, начните с ваших целей. Дайте свое слово, свое обязательное, это вам уверенности придаст. Поговорите с ними, с каждым. Лично сделайте это сегодня. Костя не спит. Вот, сделайте это обязательно сегодня. Завтра уже вы потеряли один день. Сделали. Составили список, позвонили. Третье. Из-за этого сложно будет их срастить. Подключите их к этому обучению и проконтролируйте, чтобы они туда попали. Есть такая штука, называется воронка продаж. Если кто-то когда-то в каком-то обучении платном или бесплатном участвовал, вот там, читайте инстаграм, смотрите ленту, и там вам написано. Пройди бесплатный урок, там, как делать макияж, там, или как там пози-изю пяткой достать до левого уха. И ты такой, о, я хочу пяткой до левого уха доставать. Оставляйте свой e-mail адрес, говорите, подписаться, я приду на твой вебинар. И вас начинают пропускать через воронку продаж. И чтобы вы туда дошлись, аж три письма вам приходят на почту. Три. Сколько касаний вы делаете со своими партнерами, чтобы они дошли до обучения? Вот тоже в чем вопрос. Это тоже навык. Запомнили? Давайте повторим. Первое. Что? Составить список. Второе. Позвонить. Третье. Подключить. Проконтролировать, чтобы они дошли. Потому что там на вас будут работать миллионеры. На вас сейчас работают миллионеры? Че, хребет? Выдайте двойку этому господину. Вообще, на самом деле, большая ошибка приходить на школу без тетрадки и без ручки. Это большая ошибка. Огромнейшая ошибка, которую, как я вижу, совершает большинство партнеров. Потому что в это ухо влетело, у меня даже сын четырехлетний знает, в это вылетело. Я ему говорю, Тимур, ты это сделал. Нет, говорит, у меня в это ухо влетело, в это сразу вылетело. Где набрался, я не знаю. Но он уже это понимает. Но это у меня с детства такая же прудочка. Это у всех людей. Большая ошибка приходить. Вот кто записывает, не надейтесь на телефоны. Если я сейчас свои заметки в телефоне открою, там тысячи их. И с 1999 я забыл, даже не помню, что там. Все надо расковырять, смотреть какие-то умные ролики, статьи. Вы уже такой карантаж, чем вы делаете. Совершенно верно. Поэтому начните первое, с чего ваш рост пойдет, это приучите себя приходить на школу с тетрадкой, с ручкой. Потому что завтра эти знания вам нужно передать вашим партнерам. А вы про них забудете. Вот когда у меня стартует новый партнер, я всегда ему говорю следующее. Я говорю, я тебе скину информацию. Я ему повторяю это три раза. Я тебе скину информацию. Когда ты будешь ее смотреть, возьми ручку и листочек бумаги, а лучше тетрадку, и запиши все свои вопросы, которые у тебя возникли. Я говорю, обязательно запиши, чтобы я тебе на эти вопросы дал ответы. Понял меня? Да, понял. Окей. Скину информацию. Посмотрел, созваниваемся. Я говорю, ну как? И он мне говорит, знаете, 99% людей говорит следующую фразу. Ты знаешь, был какой-то вопрос, не могу вспомнить. Я говорю, ё-моё, ну я же тебе говорил, ручку возьми за мной. Поэтому, не лирическое отступление, приходите с ручкой, с блокнотом. Вот Костя говорил об этом, уже скопили. Может, в этом причина? По моему опыту, это делает примерно 0 человек из 10. А то, что вы записали, когда у вас просветление наступило, и вдруг кто-то захотел узнать информацию, вы быстренько открыли и сказали, составь список, позвони, проконтролируй. Это я придумал. Понимаете, в чем важность? Главный вопрос вас, который сейчас должен беспокоить, как мне попасть в это обучение, и как мне добавить туда своих партнеров? Говорю, даю ответ. Где мой телефон? Записывайте. Себе. 3 февраля. 3 февраля. А сколько? В 11.8. Сразу после командной школы. Стартует обучение для 250+. Если вы 250+, будьте тут. Если вы 9%, будьте тут со всеми вашими 250+. Понятно? И за вас, ваш бизнес, начнут строить миллионеры. Я думаю, что это чуть-чуть вам поможет. Да, боже. Понятно? Записали? Окей. Идем дальше. Теперь. Как 9% в феврале выйти на хостэк? Кто хочет из 9%? Ну, камон, ребят. Вот так не хотят. Если кто-то хочет выйти на фасттрек, надо выпрыгнуть из своих штанов. Вот так надо хотеть. Идите на фасттрек. Понимаете? Выпрыгнуть из своих штанов. Что вы людям, что вы людям даете? Вы приглашаете человека на встречу в бизнес и говорите. Ну, смотри, тут, короче, 18 тысяч доходов можно. Так? С какой энергией вы проводите встречу? С какой энергией вы звоните вашим партнерам? Вы сами сначала-то захотите на фасттрек выйти так, чтобы я поверил. Как вам кандидаты ваши поверят? Как вам партнеры ваши поверят? Если я не верю. Я в вас верю, но то, что вы хотите, я не верю. Окей. Кто хочет на фасттрек? Я. Я. Ну, хоть что-то изменилось. Ладно. Я думаю, что вы стесняетесь. Дома потренируйтесь перед зеркалом из штанов выскакивать. Договорились? А? Застегнуты очень плохо. Да, 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 да. Вы знаете, из 100 человек 100 мастера отговорок, если им что-то мешает. Из 100 стоп. Классная статистика. Фантастические мастера по отговоркам. Можно прям медали вручать. Мисс отговорка январь 2020. Мисс отговорка февраль 2019. С этим понятно. Теперь по этому вопросу. Если вы молодец, вы сделали свой первый уровень 9%, 1000 баллов плюс. У вас уже есть небольшая команда, скорее всего. То вы попадаете на это обучение Space 2020 от лидеров ЛР. И тут уже, ребят, ну подумайте просто. Вице-президент ЛР 2019 года Куридин Беларби. Вот этого я даже не знаю. 29 лет развивает бизнес ЛР. Как думаете, есть чем поделиться? Вот это ваш путь без него в ЛР. Вот это ваш путь с ним в ЛР. Кольгер Кунок представлять не нужно. Зизиса Плайдис. Уже привозили его в Москву, он выступал. Узиса очень интересная история. Он на уровне золотой лидера организации получает чек практически как президент. Там у него, то есть, несоответствие идет к статусу, к доходам. Очень интересно. Он делился, как все это делается. Очень важно, что на это обучение, если у вас 9% под вами есть партнер, вам нужно 500 баллов остаточного оборота. Обратите на это внимание. Сейчас, пока я сидел, у нас есть чат с Генрифом, где он уже создал группу, в которую мы уже будем добавлять партнеров. Я, может, даже сейчас прям добавлю кого-нибудь из своих партнеров. Добавить я сейчас, или подождать? Да, ладно, подожду. Вот. Это обучение. Как туда попасть? Это обучение сделано для того, чтобы вы из 9% стали 14% и вошли в фасттрейк. Не для чего больше. Только ради одной этой цели. Записываем. Вторник. 19.00. Эта информация вот только что была. 24.00. Без понятия, если честно. Давайте посмотрим. 24.00. 24.00. Вторник. Простите, что я пишу Богом, но по-другому я за 8 лет по-другому научился писать. Вторник, 19.00. Вова, позови Паша Сидорова, что он там хотел сказать, самое время. 4.00 февраля. Академия для 9% Я посмотрю запись, я приду туда без ручки, без блокнотик, я не проконтролирую, что мои партнеры, если они квалифицированы там. Вот у вас, да, есть 9% я правильно понял? Позвонить. Понятно? По контролированию. Будьте тут онлайн. Это и только это дает энергию в дистанционном обучении. Просмотр записи не дает энергии. А это один из ключевых моментов. Что я бы хотел сказать завтра? Ну вот во вторник в 7 часов будет у нас Академия для 9% А завтра что будет? Завтра будет у нас... Вот это во вторник. 7 часов Генрих сказал. А ты еще раз вышел в 2-й часов? Нет. Вот только что не спрашивал. А завтра уже напишет. Вот. Это актуальная информация. Генрих я только что подтвердил. Поэтому я думаю, что это более правильная информация. Понятно? Что я вам скажу напоследок? Хватит протирать стоп. Каждый из вас, каждый, даже 250 парней, даже 3%, каждый из вас, даже человек, который еще не стартовал в феврале и придет 10 февраля в вашу команду, он может выйти на фаст трек. Это реально. Я видел историю, когда люди делали это за день. За один день я это видел. Они пришли, конечно, с опытом, с багажом знаний и так далее. И быстро вышли на соответствующие квалификации. Я видел историю, когда люди за 8 лет этого не делали. И разница между этими двумя людьми лишь одной поговорки. Под лежачий камень вода не течет. Прямо сегодня запланируйте посещение себя и своих партнеров этих двух мероприятий. И выпрыгните из своих штабов. У меня сегодня все. Если нет вопросов, то мы с нашей школы заканчиваем. Спасибо всем. И можно вам поделиться? Мы не узнали, как там, когда я повысился подход, интересно. Что? Как выйти? Ну вы, ваша команда, как это сделать? Ну, друзья, вот этот фокус. Вот этот фокус. Команда должна сейчас, как вам это сделать, пройти вот это обучение для 9% и выше. То есть и 14% сюда входят, и 16, и 21% все сюда попадают. И своих людей привезти, кто еще не 9% на обучение, 3% плюс. Мы уже с декабря-декабря увеличили парку личного оборота. Лично мы как это сделали? Да, да, да. Мой партнер уже достаточно самостоятельно развивает. Они в декабре вышли на фасттрек, в январе подтвердили фасттрек. Благодаря этому вырос товарооборот в общей архитектуре. Большая работа была проделана. Но сейчас это проще сделать, потому что будут делиться этим более крутые ребята. Так, моя команда на сходку с вами. Алис, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.